Лонг, Дафнис и Хлоя. Перевод с древнегреческого Сергея Петровича Кондратьева. Ведение На Лесбосе охотясь, в роще, нимфом посвященной, зрелище чудесное я увидел, прекраснее всего, что когда-либо видал, картину живописную, повесть о любви. Прекрасно была та роща, деревьями богата, цветами и текучей водой. Один родник все деревья и цветы питал. Но еще больше взор радовала картина, являлась она искусство дивным творением, любви изображением. Так что множество людей, даже чужестранцев, приходили сюда, привлеченные слухом о ней. Нимфом они молились, картиной любовались. А на ней можно было вот что увидеть. Женщины одни детей рождают, другие их пеленами украшают. Дети покинутые, овцы и козы-кормилицы, пастухи-воспитатели, и юноша, и дева влюбленные, пиратов-нападение, врагов-вторжение. Много и другого увидел я, и все проникнуто было любовью, и мной, восхищенным, овладело стремление с картиной соревнуясь, повесть написать. И найдя того, кто картину ту мне истолковать сумел, я, много потрудившись, четыре книги написал в дар Эроту, Нимфам и Пану, а всем людям на радость, болящему они на исцеленье, печальному — на утешенье, тому, кто любил, напомнят о любви, а кто не любил, того любить научат. Ведь никто любви не избежал и не избегнет, пока есть красота и глаза, чтобы ее видеть. А мне пусть Бог даст, разум сохраняя, любовь чужую описать. Субтитры создавал DimaTorzok Книга первая Город на Лесбосе есть, Митилена, Большой и красивый, Прорезан каналами он, В них тихо вливается море, И мостами украшен из белого гладкого камня. Можно подумать, что видишь не город, а остров. От города этого, в стадиях так в двухстах, Находилось поместье одного богача, Чудесное было именье, Зверь в горах, хлеба на полях, Лоза на холмах, стада на лугах, И море, на берег набегая, Плескалось на мягком песке. Вот в этом-то поместье был козапас по имени Ламон. Пася свое стадо, нашел он ребенка, Одна из кос его кормила. Была там рядом чаща лесная, Густо понизу терном заросшая, И повсюду вился плющ, И нежная росла трава, А на ней лежал ребенок. Сюда постоянно коза ходила, Часто из глаз исчезая, И своего покидая козленка. Долгое время с ребенком она оставалась. Подметил Ламон, что она убегает, И пожалел он козленка брошеного. В самый полдень пошел он за ней по следам, И видит, коза осторожно переступает, Боясь своими копытами ребенку вред причинить. А он, будто перед ним материнская грудь, Тянет молоко обильным потоком струящееся. Девица, конечно, пастух, Ближе подходит и мальчика находит Крупного, красивого и в убранстве Для подкидыша чересчур богатым. Покрывало пурпурное, Застежка золотая, Ножичек с рукояткой из кости слоновой. И сперва задумал было Ламон Взять с собой одни только эти приметные знаки ребенка. Его ж самого здесь покинуть, Но затем устыдился, Что козы он даже безжалостней, И, дождавшись ночи, Приносит жене свои мертали И приметные знаки, И ребенка, да и козу приводит. Она изумляется, Неужели козы стали рождать детей? И рассказывает он ей все по порядку, Как нашел его брошенным, Как увидел козой его вскормленным, И как стало стыдно ему покинуть ребенка На верную смерть. И она согласилась, Что правильно он поступил. Затем они вещи, Что были оставлены при ребенке, Прячут, Ребенка своим признают, Кормление его козе поручают. А чтобы имя у мальчика было таким, Какое у пастухов в обычае, Они его дафнисом назвать решили. Уже с тех пор прошло два года, И вот с пастухом по имени Дриаз, Падшим стада на соседних лугах, То же самое случилось. На такую же находку он напал, Такое же диво увидел. Была там пещера нимф, В скале огромной, Внутри пустой, Снаружи закругленной. Самих же нимф Изображения из камня высечены были. Ноги босые, Руки на нее, Кудри велись по плечам, Пояс на бедрах, В глазах улыбка, Как будто они в хороводе пляшут. Вход в пещеру Как раз посредине громадной скалы лежал. Бил тут и ключ, Ручей текучий образуя. Перед пещерой свежий луг простирался, И на нем, Влагой упитаясь, Густая нежная трава росла. Лежали тут и подойники, И флейты кривые, И свирели, И тростник, Обетные дары от пастухов Времен минувших. И в эту пещеру нимф Одна овца, Недавно принесшая ягненка, Стала так часто ходить, Что не раз думали, Будто пропала она совсем. Желая ее наказать И снова слушаться заставить, Свил дряс из прутьев зеленых веревку, Скрутил петлю И пошел к скале, Чтобы овцу там поймать. Подойдя, Увидал он вовсе не то, Что ожидал. Овца, Как нежная мать, Подставляет соски с молоком, Текущим обильно, А ребенок без плача, Жадно хватает То за один, То за другой сосок Ротиком своим, Чистым и свежим, Так как овца Языком ему очищает лицо, Когда он насытится. Девочкой было это дитя, И также лежали с ней рядом Приметные знаки, Головная повязка С шитьем золотым, Золоченые туфельки, Браслеты чистого золота. Сочтя, Что богами ему послана Эта находка, И овцой наученной жалости К ребенку И любовному с ним Обращению, Он на руки Младенца поднимает, В свою суму Приметные знаки кладет И молится нимфам, Чтоб дали ему Счастливо вскормить малютку, Себя вручившую Их покровительству. И когда пришло время Гнать стадо домой, Возвращается он в свой двор И жене своей о том, Что видел, Рассказывает, То, что нашел, Показывает, А ей приказывает Девочку своей дочкой считать, Тайну ее ото всех скрывать, Как родное дитя воспитывать. И тотчас Напа, Так звали Дриаса жену, Матерью стала ребенку, Стала его ласкать и любить, Как бы боясь В нежности овце уступить. А чтоб все поверили, Что это ее дочка, Она тоже обычное имя Пастушеское ей дает, Хлогий ее назвав. Оба эти ребенка Выросли быстро, И красотой заблистали, Они много ярче, Чем дети простых поселян. Уже было Дафнису пятнадцать лет От рождения, А Хлое столько же, Только без двух, Когда и Дриас, И Ламон В одну ночь Такой сон видят. Привиделось им, Что нимфы той самой пещеры, В которой источник был, И где Дриас нашел ребенка, Дафниса с Хлоей Передают мальчику, Бойкому и прелестному, За плечами крылья, Маленький лук И короткие стрелки в руках. И, коснувшись обоих Одною стрелой, Велел отныне пасти ему Козье стадо, А ей стадо овец. Увидав этот сон, Дриас и Ламон Огорчились. Неужели придется пасти Этим детям Коз и овец? Ведь по их детским пеленкам, Казалось, Предсказана им Была лучшая доля, Потому-то их и пищей Кормили более нежной, И грамоте обучали, И всему, Что в деревне считалось Прекрасным. Но все же подумали, Надо богам покориться, Раз дело идет о судьбе детей, Спасенных богов, Провиденье. Друг другу об этом Сне рассказав, И жертву в пещере У ним, Принеся крылатому мальчику, Имя его назвать Они не умели. Они со стадами Питомцев своих посылают, Всему их обучив, Как нужно пасти до полудня, Как снова стадо выгонять, Когда спадет жар, Когда к водопою водить, Когда обратно в загон отводить, Когда посох в ход пускать, А когда лишь прикрикнуть. А дав несыхлое, Обрадовались, Словно важное дело им поручили, И своих коз и овец Полюбили больше, Чем у простых пастухов В обычае было. Ведь она овец спасла, Виновниц спасения своего. Он же помнил, Что его брошенного Коза вскормила. То было начало весны, И все цветы расцвели, В лесах, в лугах, на горах, Уже воздух был полон Жужжанием пчел, Птицы звонко пели, Прыгали, резвяз, Рожденные недавно Козлята и ягнята, Барашки скакали по холмам, Пчелы жужжали в лугах, И птицы пением своим Оглашали густые заросли. И так как все вокруг Охвачено было радостью И весельем, Дав несыхлое, Юные, нежные, Стали сами подражать тому, Что слышали, Тому, что видели. Слыша пение птиц, Сами пели, Глядя, как прыгают овцы, И сами легко скакали, Пчелам подражая, Цветы собирали И на грудь за одежду Себе их кидали, Или, веночки сплетая, Их нимфам в дар посвящали. И делали все они вместе, Стада свои пася Друг от друга неподалеку. И часто Давни Спригонял овец, Отбившихся от стада, Часто и Хлоя сгоняла С крутых утесов Слишком смелых коз. Бывало и так, Что один из них Сторожил оба стада, Когда другой Чересчур увлечется Игрою. А игры были у них Пастушьи, детские. Хлоя на болоте Сбирала стебли златоцвета, Плела из них клетки Для цикад, И часто, Этим занявшись, Овец своих забывала. А Дафнис, Нарезав тонких тростинок, Узлы их колен проколов, Одну с другую Склеив мягким воском, До ночи учился Играть на свирели. И вместе порою Они пили молоко и вино, А еду, что с собой Приносили из дома, Делили друг с другом. И можно поскорее увидеть, Что овцы и козы Врось пасутся, Чем встретить порознь Дафниса с Хлоей. И пока они так веселились, Вот какую беду Измыслил Эрот против них. Неподалеку волчица Кормила волчат, И из соседних стад Часто похищала добычу, Ведь много пищи Ей нужно было, Чтобы волчат прокормить. Тогда поселяне, Ночью сойдясь, Вырыли яму Сожень шириной, Глубиною в четыре. Большую часть земли Они раскидали, Далеко от ямы убравши, А над ямой положили Сухие длинные ветви И засыпали их остатком земли, Чтоб месту придать Прежний вид. Если б даже заяц Здесь пробежал, То и тогда бы эти ветви Сломались, Ведь они были тоньше соломы. Тут уж сразу бы стало понятно, Что здесь не земля, А земли лишь подобье. Но хотя и вырыли много Они таких ям по горам и равнинам, Не пришлось им поймать волчицу. Учуяла тотчас она, Что в земле тут ловушка, А кос и овец погибло немало, Да к тому же чуть-чуть не погиб И сам Дафнис. И вот как это случилось. Два козла, придя в ярость от ревности, Кинувшись друг на друга, Вступили в бой. Столкнулись они так сильно, Что у одного из них сломался рог. Было ему больно, И весь задрожав, Он пустился бежать. А победитель, За ним гонясь, Не давал ему передышки. Дафнису стало жалко, Что сломался рог, И, рассердившись на дерзкого козла, Схватил он свой посох И стал преследовать того, Кто преследовал сам. И, конечно, Ни козел убегавший, Ни Дафнис, В гневе его догонявший, Себе под ноги не смотрели, И оба падают в яму, Первым козел, А за ним следом и Дафнис. Это Дафниса и спасло, При падении козел опорой ему послужил, И вот он в слезах ожидал, Не придет ли кто, Чтоб наверх его вытащить. Хлоя увидела все, Что случилось, Помчалась к яме, Узнала, что Дафнис жив, И на помощь соседнего луга Позвала пастуха, Сторожившего быков. Придя, он стал искать Длинной веревки, Чтоб за нее, схватившись, Наверх поднялся Дафнис из ямы. Но не случилось, Веревки под рукой. Тут Хлоя, Развязав свою повязку, Дает ее пастуху Опустить Дафнису в яму. И вот они, Стоя на краю, Его стали тянуть, А он, Перехватывая повязку руками, Выбрался наверх. Вытащить им удалось И козла злосчастного, Оба рога сломавшего. Вот какая настигла его кара За козла им побежденного. Козла они пастуху подарили Как дар за спасенье, Чтоб он его в жертву принес, А домашним решили неправду сказать, Придумав, что волки напали, Если кто о нем спрашивать станет. Сами ж, вернувшись назад, Осмотрели своих овец и коз, И увидав, что козы и овцы Пасутся спокойно, Они уселись на ствол дуба И стали осматривать. В яму свалившись, Не поранил ли себя Дафнис до крови? Но ни раны, ни крови На нем не было, Только волосы и все тело Было в земле и грязи. И они решили, Что Дафнису надо обмыться, Пока не узнали ламон и мертала О том, что случилось. И, войдя вместе с Хлоей В пещеру Нимф, Он отдал Хлое стеречь Свой хитон и сумку, А сам, став у ручья, Принялся мыть свои кудри И все свое тело. Кудри у него были черные И густые, Тело загорелое, И можно было подумать, Что тень от кудрей И его делает смуглым. Хлое, глядевший на него, Дафнис показался прекрасным, И так как впервые Прекрасным он ей показался, То причиной его красоты Она сочла купанье. Когда же она стала Омывать ему спину, То его нежное тело Легко поддавалось руке, Так что не раз она Украдкой к своему Прикасалась от телу, Желая узнать, Какое нежнее. Потом они стада свои Погнали домой. Солнце было уже на закате, И Хлоя ничего уже Больше с тех пор не желала, Кроме как вновь Увидать Дафниса купающимся. Утром, Когда на луг они пришли, Дафнис, как обычно, Севши под дубом, Стал играть на свирели, А вместе с тем Присматривал за козами, А они тихо лежали, Словно внимая его напевом. А Хлоя, Севши рядом, Следила за стадом Своих овец, Но чаще На Дафниса глядела. И вновь На свирели играя Прекрасным он ей показался, И опять она решила, Что причина его красоты Это прелесть напева, Так что, Когда он кончил играть, Она и сама взялась За свирель, Надеясь, Что, может быть, Станет сама Столь же прекрасной. Она убедила его Опять купаться пойти, И вновь увидала его Во время купания, И, увидав, К нему прикоснулась, И ушла опять в восхищении, И восхищение это было Началом любви. Что с ней случилось, Девочка милая не знала, Ведь выросла она в деревне, И ни разу ни от кого Не слыхала даже слова Любовь. Томилась ее душа, Взоры рассеянно скользили, И только и говорила она, Что о Дафнисе. Есть перестала, По ночам не спала, О стаде своем не заботилась, То смеялась, То рыдала, То вдруг засыпала, То снова вскакивала, Лицо у нее То бледнело, То вспыхивало огнем, Меньше страдает телушка, Когда ее овоту жалит. И раз, Когда она осталась одна, Вот какие слова Пришли ей на ум. Больная, Но что за болезнь, Не знаю, Страдаю я, Но нет на мне раны, Тоскую я, Но из овец у меня Ни одна не пропала, Вся я пылаю, Даже когда сижу здесь, В тени. Сколько раз терновник Царапал меня, И я не стонала, Сколько раз пчелы Меня жалили, А я от еды Не отказывалась, Но то, Что теперь мое сердце Ужарило много сильнее, Дафнис красив, Но красивые цветы, Прекрасно звучит его свирель, Но прекрасно поют и соловьи, А ведь о них я вовсе не думаю, О, если б сама я стала Его свирелью, Чтобы дыхание его В меня входило, Или козочкой, Чтобы пас он меня. О, злой ручей, Ты только, Дафниса, Сделал прекрасный, Я же напрасно Купалась в тебе, Гибну я, Милые нимфы, И даже вы Не даете спасенья девушке, Вскорбленной здесь На ваших глазах. Кто ж вас венками украсит, Когда меня не станет, Кто будет кормить Моих бедных ягнят, Кто будет ходить За моей цикадой болтливой, Ее я поймала С большим трудом, Чтобы возле пещеры Меня усыпляла Пением своим. Но Дафнис Теперь лишил меня сна И напрасно Поет Цикада. Так страдала она, Так говорила, Стараясь найти Имя любви. А пастух Даркон, Который из ямы Выточил Дафниса, А с ним и козла, Человек молодой, Чей подбородок Был первой бородкою Опушен, Познавший любовь И на деле уже, И по имени, Внезапно с того самого дня Почувствовал к Хлое Влечение, И чем больше дней Протекало, Тем сильней Он сердцем Распалялся. На Дафниса, Как на мальчишку, Он даже внимания Не обращал, А Хлоей Во что бы то ни стало Овладеть решил, Подарками Или силой. Сначала принес Он им обоим Подарки, Ему пастушью свирель В девять колен, Скрепленных не воском, А медью, А ей Шкуру лани, Одежду вакханок, Пятнистую, Словно красками Всю расписанную. С тех пор, Считаясь уж другом, Он мало-помалу Небрежно К Дафнису Стал относиться, А Хлое Каждый день Приносил Или нежного сыру Кусок, Или из цветов Сплетенный венок, Или рано Созревший Яблонь Плод. А один раз Принес он ей Теленка Сосунка, Чашечку С золотым узором, Птенцов Горных птиц, А она, Неискушенная В хитрых Приемах Любви, Принимая Эти подарки, Рада была, А еще больше Радовалась тому, Что ими Может порадовать Дафниса. Но так как Дафнису пора Уже было узнать, Какие мучения Любовь доставляет, То однажды Спор у него С Дарконом Возник, Кто красивей, И судьей Была выбрана Хлоя. Наградой же Было назначено Кто победит, Тот Хлою Целует. Первый Даркон Стал говорить, Милая девушка, Ростом Я дав Несовыше, Я пасу Быков, А он Коз, И настолько Я лучше Его, Насколько Быки Лучше Козлов, Молока Я белее, И кудри Мои Золотисты, Как Колос Поспевший Для Жатвы. Вскормила Меня Моя Мать, А не Зверь Какой, А он Мал, Безбород, Словно Женщина, И Чорен, Как Волк, Пасет Он Козлов, И от Них Отвратительный Запах, Обеден Настолько, Что Пса Не Прокормит. Если, Как Говорят Его Молоком Вскормила Коза, То Чем же Он Лучше Козленка? Такие То Речи Вел Даркон, Прокормила Коза, Пасуя Козлов, Но Они Покрупнее Быков В его Стаде, Запах Козлов Ничуть Ко Мне Не Пристал, Ну Да Не Пахнет Жепан, А ведь Он Настоящий Козел, Хватает Мне Сыра С Поджаренным Хлебом И Сладкого Вина, Все Это Достаток Богатых Крестьян, Я Безбород, Но Таков И Дионис. Темна Моя Кожа, Но Темен Цвет Гиацинта, А ведь Дионис Повыше Сатиров, И Гиацинт Лили Получше, А этот Вот Рыжий, Как Лисица, С Бородою Козлиной, И Бел, Как Горожанка, И Если Тебе Придется Из Нас Одного Целовать, У Меня Поцелуешь Ты Губы, У Него Ж Щетину, А Затем Не Забудь, Девушка Милая, И Тебя Вскормила Овца, А Ты Ведь Красива. Хлоя Не Стала Уж Более Медлить, Но Вспыхнув От Радости, Слыша Его Похвалу, Да И Сама Давно Желая Дафниса Поцеловать, Быстро Вскочила И Его Подарила Своим Поцелуем, Бесхитростным, Безыскусным, Но таким, Что Смог Он Всю Душу Его Воспламенить, Огорченный, Быстро Ушел Даркон, И Другого Пути Стал Искать Для Своей Любви. Дафнис же, Будто Его Не Поцелуем Подарили, А Укусили, Тотчас Сумрачным Стал, Часто Вздрагивал Он, И Сердце Быстрые Удары Старался Сдержать, Хотелось Ему На Хлою Смотреть, А Как Взглянет, Весь Краской Зальется, Тогда-то Раз Увидал С Восхищением, Что Золотом Кудри Ее Отливают, И Глаза У Нее Огромные, Словно Утелки, А Лицо Поистине Молока Его Коз Намного Белей, Как Будто Тогда Он Впервые Прозрел, А Прежде Будто Вовсе Не Было Глаз У Него, До Стал Молчалив Тот Кто Прежде Болтливее Был, Чем Цикады Вялым Тот Стал Кто Раньше Резвее Был Коз Перестал Он За Стадом Смотреть И Свирель Свою Он Забросил Пожелтело Лицо У него Как Трава Сожженная Зноем Об Одной Только Хлое Были Речи Его И Если Один Без Нее Оставался Он Так Сам С С Собой Как В Бреду Говорил Что Ж Это Сделал Со Мной Хлое Поцелуй Губы Ее Нежнее Роз А Уста Ее Слаще Меда Поцелуй Же Ее Пронзил Меня Больнее Пчелинного Жала Часто Я Козлят Целовал Целовал И Щенят И Теленка Подарок Даркона Но Ее Поцелуй Что То Новое Дух У Меня Захватило Сердце Выскочить Хочет Тает Душа И Все Же Опять Я Хочу Ее Поцелуя О Победа Злосчастная О Болезнь Небывалая Имени Даже Ее Я Назвать Не Умею Собираясь Меня Целовать Не Отведала Льхло Я Сама Какого То Зелья Почему Ж Она Не Погибла Как Поют Соловьи А Свирель Моя Замолчала Как Жим Как Пышно Цветы Расцвели А Я Венков Не Плету Вон Фиалки Вон Гиацинт Распустился А Дафнис Увял Неужели Даркон Станет Скоро Красивей Меня Так Говоря Томился Дафнис Прекрасный Ведь Впервые Вкусил Он И Дел И Слов Любовных Даркон же Пастух Вхлою Влюбленный Дриаса Подстерег Когда Тот Сажал Молодые Побеги Виноградной Лозы К Нему Подошел С Отборными Сырами И Преподнес Ему В подарок Так Как Были Друзья Не С тех Пор Когда Еще Дриас Сам Пас Тада Начав С Этого Речь Перевел Он На Брак С С С Хлоей Если Женится Он На Ней То Сулит Много Ценных Подарков Как Подобает Тому Кто Пасет Быков Пару Волов Для Пашни Четыре Улья Пчел Молодых Полсотни Яблонь Воловью Кожу Чтобы Подошв Нарезать И Всякий Год Теленка Уже Не Сосунка Дриас Спастившись На Такие Дары Чуть Чуть На Брак Не Согласился Но Сообразив Что Девушка Достойна Жениха Получше И Боясь Непоправимую Нажить Беду Когда Все Раскроется На Брак Он Согласия Не Дал Прощенья Просил И От Всех Подарков Даркона Отказался Вторично Потерпев Крушение Своих Надежд И Загубив Понапрасну Свои Прекрасные Сыры Даркон Решил Напасть На Хлою Когда Она Будет Одна И Выследив Что По Очереди Гоняют На Водопой Стада Один День Дав Низ Другой Же Девушка Хитрую Придумал Он Хитрость Какая К лицу Пастуху Взял Он Шкуру Волка Огромного Которого Бык Запорол Рогами Коров Защищая Натянул Он Ее На Себя Спустив По Спине До Пят Передними Лапами Он Покрыл Свои Руки Задними Ноги До Самых Ступней А Голову Как Воин Шлемом Волчьей Мордой С Разинутой Пастью Покрыл Перередившись Насколько Возможно В Дикого Зверя Идет Он К Ручью Куда После Пастьбы Шли Козы И Овцы На Водопой В Глубоком Овраге Был Этот Источник Все Место Вокруг Него Заросло Диким Акантом Шиповником Можжевельником Чертополохом И Низкою Ежевикою В Такой Засаде Легко Бы Скрылся И Волк Настоящий Спрятавшись Там Даркон Поджидал Когда Наступит Пора Водопоя И Крепко Надеялся Что В перепуге От страшного Зрелища Хлоя Легко Попадет В его Руки Прошло Немного Времени И Хлоя Погнала Стада К ручью Покинув Дафниса Он Резал Зеленые Побеги На Корм Козля Там После Поздьбы Следом За Нею Шли Собаки Овец И Кос Оберегая И Как Всегда Принюхиваясь Чутко Почуяв Даркона Который В кустах Шевельнулся Готовясь На Девушку Ринуться Сразу Они С громким Лаем Бросились На Него Словно На Настоящего Волка И Окруживший Его Прежде Чем Он От Испуга Успел Приподняться Стали Рвать Волчью Шкуру Боя С позора Защищенный Покрывавший Его Шкурой Он Молча Сидел В засаде Когда Жихлоя Перепугалась При Первом Взгляде На Него И Стала На Помощь Дафни Созвать А Собаке Стащившись Него Волчью Шкуру Впелисс Ему В тело С зубами Даркон Громко Закричав Стал Умолять О помощи Хлою И Дафниса Уже Прибежавшего Суда Они Окликнув Собак Зовом Привычным Сразу Их Угомонили Даркона К ручью Повели Бедра И плечи Его Были Искусаны Раны От Собачьих Зубов Промыли И Смазали Вяза Зеленой Корой Разжевавши По своей Неопытности В дерзких Поступках Любви Они Сочли Злой Замысел Даркона С волчьей Шкурой За Пастушью Шутку Ничуть Не Рассердившись Они Даже Стали Его Утешать И Под Руки Взяв С ним Прошли Часть Пути И Только Тогда Отпустили Домой И Вот Даркон Избегнув Счастливо Такой Беды И Спавшись Но Не Из Волчьей Пасти Как Говорится В Пословице А Из Собачьей Стал Залечивать Раны Свои У Дафниса Жесхло И В тот День Было Много Хлопот До Самой Ночи Собирали Они Овец И Коз Видом Волчьи Шкуры Перепуганные Собачьим Лаем Растревоженные Одни Из Них В горы Забежали Други Жи Вниз К Самому Морю Сбежали А Ведь Они Были Приучены Голоса Слушаться Свирели Звуку Подчиняясь Успокаиваться И Как Хлопнут В ладоши Вместе Собираться Но Тогда Страх Заставил Их Забыть Обо Всем И С Большим Трудом Разыскав Их Как Зайцев По Следам Загнали Их Дафни Сыхло В загоны Только Этой Ночью И спали Они Крепким Сном И усталость Была Им Лекарством От Любовной Тоски Но Когда Вновь День Наступил Они Опять Стали Все Так Ж Страдать Радовались Встретившись Расставшись Печалились Желали Чего-то Но Не Знали Чего Желают Одно Лишь Знали Они Что Его Погубил Поцелуй А ее Купанье В ручье Разжигала Их И Самая Года Пора Был Конец Весны И Лето Начало И Было Все В Расцвете Деревья В плодах Равнины В хлебах Нежное Всюду Цикат Стрекотанье Плодов Сладкое Благоуханье Овечьих Стад Веселое Блеенье Можно Было Подумать Что Самые Рейки Сладостно Пели Медленно Воды Котя А ветры Как будто На флейте Играли Ветвями Сосен Шелестя И Яблоки Будто В томленье Любви Падали С веток На землю И Солнце Любя Красоту Всех Заставляло Снимать Одежды И Распаленный Всем этим Дафнис В рейки Бросался Он То Окунался То За рыбами Гонялся Игравшими Возле него И Часто Глотал Он Холодную Воду Затушить Как будто Желая Пылавший Внутри Пожар Хлояш Выдаив Овец И Почти Всех Коз Немало Времени Тратила Чтобы Заквасить Молоко Очень Уж Ей Мешали Мухи Противные И Жалили Когда Их Отгоняли Затем Выбыв Лицо Она Надевала Венок Из Веток Сосновых И Накинув На ведра Шкуру Лани Чашу Вином С Молоком Наполняла И этот Напиток С Дафнисом Вместе Пила Но Вот Близок Был Полдень И Время Наступало Когда Их Глаза Попадали В плен Очарования Когда Хлоя Дафниса Нагин Видела Ее Поражала Его Краса И Млела Она Изъяна Малейшего В его Теле Не Замечая Он же Видя Ее Одетой В шкуру Лани И В сосновом Винке Когда Подавала Она Ему Чашу Думал Что Видит Одну Из Нимф Обитавших В пещере И Вот Похищал Он Сосновый Венок С Ее Головы Сначала Его Целовал Потом На Себя Надевал А Она Когда Сняв Одежды Омывался Он Он В реке Надевала Их На Себя Тоже Сперва Их Целуя Иногда Они Друг В Друг Яблоки Бросали И Голову Друг Друг Украшали Пробором Волосы Деля Хлоя Говорила Что Волосы Его Похожи На Ягоды Мирта Так Как Темными Были Они А Дафни С лицом Ее Сравнивал С Яблоком Так Как Оно Было И Белым И Румяным Он Учил Ее Играть На Свирели А Когда Она Начинала Играть Отбирал Свирель У Нее И Сам Своими Губами Скользил По Всем Тростинкам С Слипку Ее Поправляя На Сам Сам Ж Деле Через Эту Свирель Скромно Хлою Он Целовал Как То Раз В Полуденную Пору Когда Он Играл На Свирели А Их Стада В Тени Лежали Незаметно Хлоя Заснула Это Подметив Дафни Свирель Свою Отложил И Ненасытным Взором Сею Он Ей Любовался Ведь Теперь Ему Нечего Было Стыдиться И Тихо Он Сам Про Себя Говорил Как Чудесно Глаза Ее Спят Как Сладко Уста Ее Дышат Ни У Яблок Ни У Цветущих Кустов Нет Аромата Такого Но Целовать Ее Я Боюсь Поцелуй Ее Ранит Сердце И Как Мед Молодой В Безумье Ввергает Да И Боюсь Поцелуем Своим Ее Разбудить Ах уж Эти Болтуны Кузнечики Громким Своим Стрекотанием Они Ей Спать Не Дадут А Вот И Козлы Стучат Рогами Вступивши В бой О Волки Трусливий Лисиц Чего Вы Их До Сих Пор Не Похитили Когда Он Так Говорил Кузнечик Спасаясь От Ласточки Познамеревшийся Его Поймать Вскочил К Хлое На Грудь А Ласточка Преследуя Его Схватить Не Смогла Но Гонясь За Ним Близко Так Пролетело Что Крыльям Еще Кухло И Задело Она Ж Не Понимая Что Случилось С громким Криком Пробудилась От Сна Заметив Жи Ласточку Все Еще Близко Порхавшую И Видя Что Даф Не Смеется Над Испугом Е Она Успокоилась И Стала Глаза Хлоя Запел Как будто Благодарность За спасение Своё Приносил И Вновь Громко Вскрикнула Хлоя А Дафнис Опять Засмеялся И Под этим Предлогом Руки На грудь Он Ей Положил И Кузнечика Милова Вынул Он Даже В руке У него Петь Продолжал Увидевший Его Обрадовалась Хлоя На ладонь Его Взяла Поцеловала И Вновь У себя На груди Укрыла А Кузнечик Всё Пел А Однажды Порадовала Их Сизая Голубка Проварковав В лесу Свою Пастушью Песню И Когда Хлоя Узнать Захотела Что же Такое Она Говорит Дафнис Ей Рассказал Всем Известную Сказку Была Она Девой О Дева Такой же Большое Коров Была Она Певуней И Коровы Любили Петь Ее И Пася Не Била Она Их Посохом Не Колола Заостренным Шестом Но Сидя Под Сосной И Надевший Венок Из Сосновых Ветвей Песни Пела В честь Пана И Питии И Звуком Песен Очарованные Не Отходили От Нее Далеко Коровы А По Близости Быков Пас Мальчик Пастух И Сам Был Он Красив И Такой же Певун Как И Девушка И Заспорив С ней Кто Красивей Поет Он Своим Голосом Сильным Как У Мужчины И Нежным Как У Ребенка Переманил У нее В свое Стадо Лучших Восемь Коров И Угнал Их Огорченная Ущербом В Стаде И Поражением В Пении Стала Девушка Молить Богов Чтоб Дали Ей Лучше Птицей Обернуться Чем Домой Вернуться Боги И И И И И И И И И Обратили Как Она В Горах Живущую И Такую Ж Как Она Пивунью И Даны Не Песнею Повествует Она О Несчастье Своем Говоря Что Все Ищет Своих Коров Заблудившихся Так Такие Это Им Радости Лето Давало Когда Даже Осень Была В Полном Своем Расцвете И Грозди Винограда Созрели Тирийские Пираты На Легком Судне Корийском Чтобы За Варваров Их Не Признали Причалили К Этим Местам Выйдя На Берег В Полупанцирях С Короткими Мечами Грабя Забирали Они Все Что Под Руку Им Попадалось Душистое Вино Зерно Без Меры И Счета Мед В Сотах Угнали И Нескольких Быков Из Стада Даркона Захватили И Дафниса Бродившего Около Моря Хлоя же Попозже Выгоняла Овец Триаса Боялась Девушка Пастухов Озорных Увидав Мальчика Статного Красивого Более Ценного Чем Все Что Они Награбили На Полях Не Стали Разбойники Тратить Усилий Загоняя Коз Или Добывая Какую Иную Добычу С Полей А Потащили Его На Корабль Рдавшего В Отчаянии Громко Звавшего Хлою Они Ж Быстро Причальный Канат Отвязав И Налегшие Руками На Весла Уже Уходили В Открытое Море А Хлоя Гнала В это Время Своих Овец В подарок Бросила И Бегом Кинулась К Даркону На Помощь Его Позвать Он же Лежал Разбойниками Страшно Израненный И Едва Дышал Кровью Обливаясь Увидел Он Хлою И На Минуту Вспыхнув Пламенем Прежней Любви К Ней Обратился Скоро Хлоя Сказал Он Уже Не Будет Меня В Живых Злодеи Разбойники Эти Когда За быков Я Сражался Меня Самого Словно Быка Убили Ты Жи И Дафниса Спасешь И За Меня Отомстишь И Их Погубишь Приучил Я Быков Слушаться Зова Свирели И Бежать На Звуки Ее Даже Когда Далеко Пасутся Они Возьми Жи Скорее Эту Свирель И Заиграй На ней Тот Напев Которому Некогда Дафниса Я Научил Отдав Не С Тебя А Что Выйдет Это Уж Дело Свирели Моей И Быков Там Они Вдалеке Дарю Тебе Эту Свирель В Состязаниях Многих Я С ней Побеждал Пастухов Что Пасут И Быков И Коз А Ты Пока Жив Я Еще Меня Поцелуй А Умру Слезу Пролей И Если Увидишь Другого Который Быков Моих Так Сказав Даркон Поцеловал Ее Прощальным Поцелуем И Вместе С Тем Поцелуем И С Такими Его Словами Душа Его Отлетела Хлоя же Взявши Свирель И Ее К Губам Приложивши Стала Играть Так Громко Как Только Могла И Вот Звуки Свирели Слышат Быки И Знакомый Напев Узнают И Все Вместе С Мычанием Едином Порыве Бросаются В Море Сильно Накренился Корабль От Такого Толчка В Одну Сторону Раступилась Глубь Морская Под Тяжестью Спрыгнувших В Воду Быков Перевернулся Корабль И Погиб В Сомкнувшейся Пучине Все Кто Был На Том Корабле Бросили С Воду Но Надежда Спастись Не У Всех Была Одинакова Ведь Разбойники Были Мечом Опоясаны В Чешуйчатые Полупанцири Затянуты А голени До Половины Наколенниками Стиснуты Дафнис Же Был Босой Ведь Стадо Он Пас На Лугу И Полуногой Ведь Время Еще Было Жаркое Недолго Пришлось Им Поплавать Скоро На Дно Увлекла Их Тяжесть Оружия А Дафнис Свою Одежду Скинул Легко Но Трудно Было Ему Вначале Плыть Так Как Раньше Плавал Он Только В Реках Но Потом Нужда Научила Его Что Ему Делать Кинувшись Вперед Оказался Он Между Быками И Схватив Обеими Руками Двух Быков За Рога Без Труда И Забот Он Поехал Как Будто Погоняя Упряжку Ведь Плавает Бык Как Не Может Плыть Человек Лишь Птицам Он Водяным Да Рыбам Еще Уступает И Плавая Бык Никогда Не Погибнет Да Только Насквозь Промокший Спадает Рог С Копыт У Него И Даже Сегодня Много Мест На Морях Правду Слов Моих Подтверждают Те Что Зовутся Боспорами Таким-то Образом Спасся Дафнис Вопреки Всякой Надежде Избегнув Двух Опасностей Сразу И От Разбойников Он Ускользнул И В Море Не Потонул Выйдя На Берег Он Хлою Нашел Она И Смеялась И Плакала Разом Бросившись Ей На Грудь Он Спрашивать Стал С Какой Целью Она На Свирели И Грала А Она Ему Все Рассказала Как Она Кинулась К Даркону К Чему Были Быки Приучены Как Было Велено Ей На Свирели И Грать И О том Что Умер Даркон Только Застыдясь О Своем Поцелуе Ничего Не Сказала И Решили Они Почтить Своего Благодетеля Вместе С его Родными Пошли Хоронить Даркона Несчастного Высокий Холм Над ним Они Насыпали Много Растений Из своих Садов Они Посадили И Начатки От Трудов Своих Каждый В честь Его На Них Повесил А Затем Молоко Над Могилою Пролили Виноградные Грозди Раздавили И Много Свирели Разбили Слышно Здесь Было И Быков Мычань Нежалобные И Можно Было Увидеть Как В Беспорядке Мыча Метались Они И Среди Пастухов Падших Кос И Овец Пошел Разговор Что Это Плач Был Быков По Пастухе Своем Умершим Схоронивши Даркона Омывает Дафниса Хлоя К нимфам Его Приведя И В пещеру Его Ведя И Сама Впервые Тогда Обмыла Тело Своё На глазах У Дафниса Белое Чистое В красоте Своей И Не Нуждавшееся Даже В омовении Чтобы Быть Прекрасным А Затем Собравши Цветы Что Цвели Той Порою Увенчали Они Венками Статуи Нимф А Даркона Свирель Прикрепили К скале В дар Богам А После этого Пошли Они На кос Своих Овец Посмотреть Все Они Смиренно Лежали Не Послис Не Блели Но Думаю Я Не Видя Дафниса С Хлоей О Них Тосковали Когда Ж Они Показались И Раздался Обычный Их Зов И На Свирели Они Заиграли Овцы Тотчас Ж Поднялись И Стали Постис А Козы Запрыгали Зафыркали Словно Радуясь Спасенью Своего Пастуха А Вот Дафнис Не Мог Заставить Себя Быть Веселым Увидав Хлою Ногой И Красу Ее Прежде Сокрытую Открытой Заболело Сердце Его Будто Яд Какой-то Его Снедал То Дышал Он Часто И Скоро Как Будто Кто Гнался За Ним То Задыхался Как Будто Все Силы Свои И Стащил Уже В Беге Казалось В ручье Купание Было Для Него Страшнее Чем В Море Крушенье Думал Он Что Остается Во Власти Разбойников Был Ведь Он Молод И Простодушен И Не Знал Еще Что За Разбойник Любовь Книга Вторая Уже Осенняя Пора Достигла Полного Расцвета Наступило Время Сбора Винограда И Все В полях Принялись За Работу Кто Точила Чинил Кто Бочки Очищал А Кто Корзины Сплетал Иной Хлопотал О Коротких Серпах Чтобы Срезать Виноградные Грозди Иной О Камни Чтоб Давить Из Гроздей Сок Иной Рубил Сучья Сухие Чтобы 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 Их Было Ночью Зажечь И При Огне Переносить Молодое Вино Забыв Своих Коз И Овец Дафнис И Хлоя Пришли Им На Помощь И Тоже Руки К Делу Приложили Дафнис В корзинах Таскал Виноградные Грозди Вточила Бросая Давил И По Бочкам Вино Разливал Хлоя Готовила Пищу Тем Кто Им Для питья Наливало Вино Прошлогоднее И Обрезало Низко Растущие Грозди Ведь Налез Боси Весь Виноград Низкорослый Не Тянется Кверху По Ветвям Деревьев Не Вьется Но Низко Стелются Лозы И Как Плющ Ползут По Земле Даже Ребенку Чьи От пеленок Руки Только Что Стали Свободны Легко До Как Бывает Всегда На Празднике Диониса Когда Родится Вино Женщины С окрестных Полей Приглашенные В помощь На Дафниса Поглядывали И Похваливали Его Красоту Говоря Будто Подобен Он Дионису А Из Более Смелых Иная Дафниса И Целовала И Этим Его Волновала Хлою Женщина Хлою Огорчала Мужчины Женщина На Точилах Работавшие С Хлоей Заигрывали Как Сатиры Перед Вакханкой Они Скакали Словно Обезумев И Клялись Что Готовы Сделаться Овцами Лишь Бы Она Их Посла И Тут Уж Она Веселилась А Дафнис Огорчался И Оба Они С Нетерпением Ждали Чтоб Поскорей Кончился Сбор Винограда И Они Вывернулись К Привычным Местам И Вместо Буйного Крика Слушали Звуки Свирели Блеяния Коз И Овец Когда Ж Через Несколько Дней Был Уже Собран Весь Виноград Бочки Вином Молодым Налиты И Уж Не Было Больше Нужды В таком Множестве Рук Вновь Дафни Сыхлоя Погнали Свои Стада На Луга Полные Радости Они Преклонились Перед Нимфами Им В дар Принеся Виноградные Грозди На Лозах Сбора Начатки И В прежнее Время Ни разу Не проходили Они Ниманив Без Внимания Всегда По Зьбу Начиная К ним С мольбой Обращались И С по Зьбы Возвращаясь Перед ними Они Преклонялись И Всегда Им Что-нибудь В дар Приносили Или Цветок Или Плод Или Зеленую Вет Или Молоком Возлияние Совершали За За Это Потом Были Они С Избытком Богинями Вознаграждены Тогда Ж Словно Щенята Спущенные Из Цепи Они Прыгали Насверели И Грали Песни Распевали С Песен И Все Что Приносит Каждое Года Пора Все Есть Саду У Меня На Каждую Пору Года Весною Розы Лилии Гиацинты Фиалки Обоих Сортов Летом Маки Груши И Яблоки Всякого Рода А Теперь Виноград Фиги Гранаты И Мирт Зеленый С Самого Раннего Утра В мой Сад Прилетают Целыми Стаями Птицы Одни Клюют Другие Поют Густой Тенистый Три Ручейка Его Орошают И Если Побрать Загородку Из Терна Можно Подумать Что Роща Перед Тобою Сегодня В полдень Вошел Я в него И вижу Под Гранатовыми И Миртовыми Деревьями С Гранатами И Миртовыми Ягодами В руках Мальчик Белый Как Молоко Златокудрый Как огонь Блестящий Как будто Только что Он Омылся Был он Ногой И Совсем Один Шалил Он Обрывая Плоды Как будто Этот сад Его Кинулся Я к нему Чтоб Схватить Боясь Как бы Задорный Тот Боловник Не сломал Моих Мифтов И Гранат Но Он Проворно И Легко Ускользал От Меня То За Кустами Рос То В Маках Он Прятался Словно Птенчик Куропатки А Ведь Прежде Мне Приходилось Частенько Козлят Молодых Догонять Не раз До устали Гоняться За телком Сосунком Но Это Хитрое Было Создание И Не Уловимое Устал Я Ведь Я Уж Старик Оперся На Посох И Стал Сторожить Как Бы Он Не Убежал И Спросил Я Его Чей Он И Зачем Чужой Сад Обирает Он Ничего Не Ответил Мне Но Встав Неподалеку Засмеялся Нежно Так И Бросать Стал В Заворожил Он Меня Так Что Сердиться Я Уж Не Мог Стал Просить Я Его Чтобы Меня Перестал Он Бояться И Дался Мне В руки И Своими Я Мирками Клялся Что Его Отпущу Давший Ему На Дорогу Гранат И Яблок Что Позволю Ему Всегда Рвать И Плоды Собирать И Цветы Если Только Хоть Раз Он Меня Поцелует Тогда Звонко Он Засмеялся И Голос Его Был Такой Какого Нет Ни У Ласточек Ни У Соловья Ни У Лебедя Даже Если Лебедь Такой же Старый Как Я Не Трудно Мне Филет Тебя Поцеловать Ведь Целоваться Хочу Я Больше Чем Ты Стать Снова Юным Но Посмотри По Возрасту Ль Тебе Такой Подарок Ведь Старость Твоя От погони За мной Тебя Не Удержит Стоит Лишь Тебе Получить Этот Единственный Мой Поцелуй Но Меня Не Поймать Ни Я Стребу Ни Орлу Ни Другой Какой Птице Даже Более Еще Быстролетной Чем Эти И Я Я Вовсе Не Мальчик И Если Я Мальчиком С виду Кожусь То На Самом Деле Я Кроноса Старше И Всех Его Веков И Тебя Я Уж Знал Когда Ты Еще В Юности Ранний Пас Вон Там На Горе Своё Стадо Быков Широко Бредущее Был Я С тобой Тогда Когда Ты Играл На Свирели Возле Тех Дубов Влюбленный В Амарилис Но Ты Меня Не Видел Хотя Стоял Я Рядом С Девушкой Это Я Ее Отдал Тебе И Вот Выросли У Тебя Сыновья Отличные Пастухи Пахари А Теперь Дафни Со С Хлоей Я Пасу И Когда Ранним Утром Сведу Я Их И Моюсь Вот В Этих Ручьях Потому То Прекрасны Цветы И Плоды У Тебя Ведь Там Где Я Омываюсь Пьют Воду Они Смотри Нет У Тебя Ни Дерева Сломанного Ни Плода Сорванного Ни Корня Цветов Затоптанного Ни Ручья Замутившегося И Радуйся Что И Смертных Один Ты На Старости Лет Узрел Такое Дитя Сказавши Это Спорхнул Молодым Соловьем Он Намирты И Сучка На Сучок Сквозь Листья Добрался До Самой Вершины У Него За Плечами Я Крылья Увидел А Между Плечами И Крыльями Маленький Лук И Колчан И Вот Уже Нет Ничего Ни Лука Ни Его Самого И Если Мне Напрасно Голова Моя Побелела И Если От Старости Разум Мой Еще Не Ослаб Посвящены Вы О Дети Эроту И Эрот О Возь Заботу Несет Очарованы Были Они Как Будто Слушали Сказку О Неправдивый Рассказ И Расспрашивать Стали Его Что Такое Эрот Ребенок Ли Это Или Птица И В чем Его Сила И Сказал Им На Это Филет Бог Это Дети Эрот Юный Прекрасный Крылатый Потому То Он Юности Радуется За Красотою Гоняется И Души Окрыляет Такова Такова Его Мощь Что И Зевсу С Ним Не Сравняться Царит Он Над Стихиями Царит Над Светилами Царит Над Такими Жи Как Сам Он Богами Такой Власти Вы Не И Не И Не 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 Цветы Эти Дело Рук Эрота Деревья Эти Его Создание По Воле Его И Реки Струятся И Ветры Шумят Видал Я Быка Охваченного Страстью Словно Оводом Ужаленный Он Ревел Видал И Козла В Козу Влюбленного Всюду За Нею Он Следовал И Сам Я Был Молод И Любил Амарилис Тогда И О Пище Я Забывал И Питья Не Принимал И Сна Не Знал Страдал Душою Сердце Трепетало Тело Холодало То Как Избитый Стонал То Как Мертвый Молчал То Как Полимый Огнем В Реки Кидался Звал Я На Помощи Пана Ведь И Сам Он В Питию Был Влюблен Эхо Прославлял За То Что Вместе Со Мною Имя Моей Амарилис Она Повторяет Я Свирили Свои Разбивал За То Что Коров Моих Они Чаруют А Амарилис Ко Мне Не Влекут Нет Атерота Лекарства Ни в Питье Ни В Еде Ни В Заговорах Разве Только Одно Поцелуи Объятья Да Еще Над Ними Телами Друг Другу Прижавшись Лежать Дав им Такие Наставления Уходит Филет Получив Подарок Сыры И Козленка Уже Рогатого Они Ж Оставшись Одни И Впервые Тогда Услыхавши Имя Эрота Опечалились И Ночью Вернувшись Домой В свои Дворы Стали Сравнивать То Что Слыхались С тем Что Сами Они Переносят Страдают Влюбленные И Мы Страдаем Забывают О пище Мы Уж Давно О ней Забыли Не Могут Спать Это И Нам Сейчас Терпеть Приходится Кажется Им Что Горят И Нас Пожирает Пламя Хотят Друг Друга Видеть Потому То И Мы Молимся Чтобы Поскорее День Наступил Пожалуй Это И Есть Любовь И Мы Не Зная Того Друг Друг Любим Если Это Не Любовь И Если Не Любят Меня То Чего Ж Мы Тогда Мучимся Чего Друг Друг Стремимся Все 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 Верно Сказал Селет Ведь Это Дитя Из Сада Явилось Некогда Во сне Нашим Отцам И Им Приказало Чтоб Стадам И Пасли Никогда ласки любовные, поцелуи, объятия, и то, чего не выполнили днем, то ночью во сне выполняли, ноги друг друга обнявши лежали. И все более подпадая под власть этого Бога, с наступлением дня они вставали и гнали со свистом стада свои, стремясь поскорей к поцелуям, и, увидавши друг друга, с улыбкой друг к другу бежали. Были тут поцелуи, а потом и объятия. Лишь с третьим лекарством еще медлили они. Дафни сказать о нем не решался, Хлоя первой начать не хотела, но случай счастливый и это им сделать помог. Сидя возле дубового пня, друг к другу прижавшись и вкушая сладость поцелуев, они упивались наслаждением. Были также объятья, дающие крепче устами к устам прижиматься. И когда средь объятий привлек к себе Дафни с Хлою сильнее, склонилась Хлоя на бок, и он склоняется следом за нею, потерять не желая ее поцелуя. И в этом, узнав то, что во сне им являлось, долгое время они вместе лежали, как будто их крепко кто-то связал. Но не зная, что надо делать затем, и считая, что это предел наслаждений любовных, они, большую часть того дня бесполезно потратив, расстались и погнали свои стада назад, ночь проклиная. И, может быть, немного спустя они совершили б что надо, если бы вот какое смятенье не постигло все те края. Несколько богатых юношей из Митивны, желая приятно время сбора винограда провести и повеселиться за городом, маленький корабль снарядили, слуг на место грибцов посадили и поплыли мимо полей Митиленских, которые были ближайшими к морю. Изобилует здесь берег морской заливами, богато украшен зданиями, сплошь идут купальни, сады и рощи, одно создала природа, другое — искусство людей, все же вместе было прекрасным местом для увеселений. Плывя вдоль берега и причаливая то тут, то там, они никому зла не причиняли, а веселились, как только могли, то привязав на тонкой льняной леске к длинным тростинкам крючки со скалы, полого спускавшейся к морю, рыб удили, что водили смеж камней, то сетями или собаками зайцев ловили, бегущих от шума работ в виноградниках. Занимались они и ловли птиц, и брали селками диких гусей, уток и дров, так что их забавы доставляли им и пользу большую. Если ж чего не хватало, брали у местных жителей, платя им больше цены настоящей. А нужны им были только хлеб, вино да ночлег. Осень уже наступала, и они для себя не считали вполне безопасным на море ночь проводить. И корабль свой на берег вытаскивали ночью бури боясь. И вот кто-то из местных крестьян, нуждаясь в веревке, чтоб камень поднять, который грузом лежал на виноградных гроздьях, уже растоптанных в точиле, старая его веревка истерлась. Тайком пробрался на берег моря, подошел к кораблю, без охраны стоявшему, отвязал канат, отнес его домой и на что хотел, на то и использовал его. Наутро юноши из Митимны взялись за розыски каната, и так как никто не хотел в воровстве сознаваться, малость побронив своих хозяев, поплыли дальше. И, продвинувшись стадий на тридцать, они причалили недалеко от тех лугов, где жили дав несыхлое. Эта равнина им показалась подходящей для охоты на зайцев, но веревки у них не было, чтоб корабль на причал поставить. Тогда они, свивши зеленую длинную лозу в виде веревки, за край кормы корабль привязали. Затем, спустивши собак, чтобы выследить дичь, они расставили сети на тех тропках, которые им показались для этого больше всего подходящими. И вот их собаки, с громким лаем повсюду разбежавшись, перепугали кос, которые, покинув горные луга, побежали к морю. Но здесь, на голом песке, ничего не найдя, чтобы им пощипать, те из них, что были посмелей, кораблю подойдя, съели зеленую лозу, к которой был корабль привязан. А море было неспокойно, так как с гор потянул ветерок, и вот скоро волна за волной, набегая прибоем, подняли корабль, стоявший без привязи, и в открытое море его унесли. Когда заметили это метемнейские гости, одни бросились к морю бежать, другие — собак собирать, и так громко они кричали, что и все, кто был по соседству в полях, услыхавшись, сбежались. Но ничем помочь нельзя было, ветер крепчал, корабль быстро и неудержимо уносило теченьем. Лишившись немалых богатств, метемнейцы стали искать, кто же пас этих коз, и, найдя Дафниса, стали его бить и срывать с него одежду. Один из них, взявший собачий поводок, загнул Дафнису за спину руки, как будто готовясь его связать. А Дафнис кричал, когда его избивали, молил поселя на защите и прежде всего звал на помощь себе Ламона с Дриасом. А они, хоть и старики, но крепкие, сильными руками, привычными к полевым работам, сумели дать отпор и стали требовать, чтобы по справедливости разобрались в том, что случилось. Так как этого же хотели и противники их, то судьей выбирают филе это, пасшего быков. Старейшим он был из находившихся здесь и славился среди поселян своей справедливостью редкой. Первыми выступили тут медьмейцы с обвинением ясным и кратким, ведь судьею у них был простой пастух. Прибыли мы в эти места поохотиться. Привязавший корабль зеленой лозою, его оставили мы у морского берега, а сами пустили собак отыскивать дичь. В это время к морю пришли козы этого вот человека, привязь сожрали и кораблю пустили. Видел ты сам, как его уносило в море. А сколько на нем, как ты думаешь, было богатств? Столько одежд пропало, столько красивых уборов для псов, сколько денег. Все эти ваши поля можно было бы купить. И взамен всего этого мы считаем, что имеем право увезти его, так как он никуда не годный пастух. У берега моря пасет он своих ков, будто он мореход. Вот какую обвинительную речь мы темнейцы сказали. Дафнин же после побоев чувствовал себя скверно, но, видя, что Хлоя находится тут, он все позабыл и ответил так. Пасу я коз хорошо. Никогда и никто из соседних крестьян не жаловался, что хоть одна моя коза его сад потравила или ростки винограда попортила. А вот эти действительно горе-охотники, и собаки у них плохо обучены. Всюду, нося сбешено, лая яростно, с горы полей они, словно волки, к морю всех коз согнали. Говорят, что козы мои лозу сожрали. Конечно, ведь на голом песке они не нашли ни травы, ни земляничных кустов, ни тмина. А корабль погубили ветер и море. Это буря вина, а не коз моих. Говорят, что были на нем дорогие одежды и деньги, но кто ж, имея хоть каплю разума, поверит, что корабль с дорогим таким грузом был привязан лозою вместо каната. Казав такие слова, Дафнис заплакал и разжалобил всех поселян, так что Филет, судья, сам поклялся именем пана и нимф, что ни Дафнис ни в чем не повинен, ни козы, виновны море и ветер, а над ними судьи другие. Но не убедил Филет метемнейцев такими речами, и в гневе на Дафниса, бросившись снова, они схватили его и хотели связать. Но тут поселяне, взбешенные, набросились сами на них, как стая скворцов и легалок. Они мигом вырывают из их рук Дафниса, да он и сам отбивался, и, колотя их палками, быстро обращают в бегство. И только тогда поселяне отстали от них, когда выгнали из пределов своих на чужие поля. А пока они гнали метемнейцев, Хлоя тихонько Дафниса ведет к нимфам, умывает ему лицо, все залитое кровью из разбитого носа, вынув из сумки ломать хлеба и сыра кусок, дает ему есть. И, что особенно должно было его приободрить, своими нежными губами целует его поцелуем сладким, как мед. Так вот, какой беды избег тогда Дафнис. Но дело на этом не кончилось. Едва метемнеецы с трудом вернулись в город к себе пешком, а не по морю, израненные, а не ликующие, тотчас созвали они граждан на собранье и явились с мольбой, умоляя за них отомстить. Они не сказали ни слова правды, чтоб над ними не вздумали издеваться за то, что столько позора им пришлось испытать от простых пастухов. Напротив, они стали обвинять граждан Метелены, что те корабли хотняли и, как будто на войне, добро их разграбили. Граждане, видя их раны, поверили им и сочли справедливым отомстить за юношей самых знатных у них домов. Потому они решили без предупреждения начать войну с Метеленой и приказали военачальнику спустить на воду десяток судов и, совершивши налет, разграбить все побережье, так как зима приближалась. Доверить морю большой флот было небезопасно. С наступлением дня, посадив солдат за весла, военачальник вышел в открытое море и сделал набег на прибрежные поля Метеленцев. И много скота, много зерна и вина он награбил, так как только недавно кончился сбор винограда. Немало забрал и людей, которые там над всем этим трудились. Подплыл он также и к тем местам, где были Хлоя и Дафнис, и, быстро высадившись, стал угонять добычу, какая ему подвернулась. Дафнис в то время не пас своих коз, а резал в лесу зеленые ветки, чтобы зимою кормить козлят. С высоты увидавший этот набег, спрятался он в дупле бука сухого, а Хлоя у ста своих оставалась. Спасаясь от погони, бежит она к нимфам, врагов умоляя ради богинь ее пощадить и тех, кого она пасет. Но все было напрасно. Поиздевавшись над статуями богинь, метемнейцы погнали стада и Хлою с собою увели, подхлестывая, словно к козу или овцу, хворостиной. Наполнив все корабли, награбленные разной добычей, они решили дальше не плыть, опустились в обратный путь, боясь и зимних бурь, и врагов. И вот они плыли назад, с трудом налегая на весла, так как не было ветра. А Дафнис, когда кругом стало тихо, пришел на равнину, где пасли они с Хлоей. Ни коз он не увидел, ни на овец не набрел, ни Хлои не нашел, а нашел молчание и тишь повсюду досломанную свирель, которой любила Хлоя забавляться. С громким криком и жалобными воплями кидался он то к булку, где они сиживали, то к морю, надеясь ее там увидеть, то к нимфам, которым она прибежала, когда враги гнались за ней. Тут он бросился на землю и стал нимф упрекать за то, что они предали их. От ваших статуй Хлоя похищена, и вы могли безучастно на это смотреть. Она, которая вам венки плела, первый удой молока возливала, чья свирель здесь висит, вам посвященная. Ни одной козы волк у меня не похитил, а враги угнали все стадо и ту, что со мною вместе пасла. Сдерут кожу с моих коз и в жертву овец принесут. А Хлоя теперь навсегда останется в городе жить. С какими глазами отцу матери я покажусь, без коз, без Хлои и жалким бездельником? Ведь пасти мне уж больше нечего, не сойду я с этого места и буду ждать либо смерти, либо нового набега. Так же ли и ты, Хлоя, страдаешь? Вспоминаешь ли эту равнину этих нимф и меня? Или утешают овцы и козы тебя, ставшие пленницами вместе с тобою? Так он говорил, и от слез и от горя охватил его глубокий сон. И во сне предстали пред ним три нимфы, три прекрасные жены высокого роста, полуногие, босые, с распущенными волосами, точь в точь, как на статуях. Сначала они, казалось, состраданием взглянули на Дафниса. Затем же из них старейшая, ободряя его, так ему говорит. — Несетуй, Дафнис, на нас. Больше тебя, Хлои, заботимся мы. Ведь это мы над ней сжалились, над владенцем беспомощным. Здесь, в пещере лежащую, вскормили. Ведь нет у нее ничего общего ни с овцами Дриаса, ни с лугами этими. И сейчас о ее судьбе мы уже позаботились, так что не будет она для рабской доли в Метимну доставлена, не станет частью военной добычи. Вон того пана, что здесь под сосною поставлен, которого вы никогда не почтили, даже цветов приношением, мы упросили прийти к Хлои на помощь. Больше, чем мы, привык он к походам и немало повоевал, покидая деревенские поля. И ушел уже он, метемнейцем нелегкий враг. Итак, ни о чем не печалься, встав, покажись на глаза Ламону смерталой. Ведь они, как и ты, от горя на земле распростершись лежат, думая, что и ты стал добычей врагов. Завтра вернется к тебе Хлоя с козами, с овцами, и будете стадавы вместе пасти и насверели вместе играть. Все остальное — дело Эрота. Он о вас позаботится. Увидав и услышав все это, Дафнис быстро вскочил, встряхнув сон и, заливаясь слезами от радости и от горя, перед статуями нимф преклонился и дал обещанье, если Хлоя спасется, лучшую из косов жертву им принести. Затем к сосне он бросился бегом. Там статуя пана стояла, козлоногого и рогатого. В одной руке свирель он держал, в другой усдерживал козла на скаку. Дафнис и пред ним преклонился, умолял его Хлою спасти и дал обед принести ему в жертву козла. И лишь к солнцу закату он перестал молиться и плакать. Ветки, что нарезал, поднявши, вернулся домой. Печаль Ламона и его близких разогнал и радостью их преисполнил. Немного поел и быстро в сон погрузился, но и во сне плакал и молился, чтобы снова ему нимф увидеть, молился, чтобы день скорее наступил, в который обещано было ему возвращение Хлои. И за всех ночей это показалось ему самой длинной, а за эту ночь вот что случилось. Отплывши стадий с десяток, вождь Метемнейский решил воинам дать отдохнуть утомленным набегом. Заметивши мыф, выступавший далеко в море и словно серп месяца изогнутый, за которым воды спокойнее были, чем в любом заливе, он велел причалить суда, корабли на якорь поставил подальше от берега так, чтоб ни на один суши не могли напасть поселяне. И разрешил Метемнейцам своим веселиться, как будто мир наступил. Вдоволь наградец всего они стали и пить, и играть, как бы справляя праздник победы. И только что кончился день, и к ночи затихло веселье, как вдруг вся земля будто вспыхнула, послышались шумные весел удары, будто флот большой подплывал, одни кричали и «К оружию!» Другие звали военачальника, иные считали себя уже ранеными, некоторые лежали замертво. Казалось, что идет ночной бой, но врагов не было видно. Так для них прошла эта ночь, и день наступил, еще более страшный, чем ночь. У кос и козлов дафниса плющ на рогах появился с гроздьями ягод. А бараны и овцы-хлои стали выть волчьим воем, сама же она в венке и сосновых ветвей вдруг взором явилась. И на море самом творилось много чудесного. Когда попытались со дна поднять якоря, оказалось, что сдвинуть их было нельзя. Рукояти весел ломались, когда начинали грести, и, прыгая кверху из моря, дельфины ударами хвостов ослабляли крепление кораблей. А с вершины отвесной скалы на мысу голос свирели был слышен. Но не радовал слушавших он, как обычно, звук свирели. Страшен он был, как звук военной трубы. Все в смятенье пришли, к оружию бросились, вызывая на бой невидимых врагов, и, наконец, стали молиться, чтоб ночь пришла снова, надеясь, что наступит тогда передышка. Было ясно для всякого, кто разумно судил о совершавшемся, что призраки эти устрашающие и звуки — дело рук пана, разгневавшегося за что-то на моряков. Но причины понять они не могли, ведь ни единое пана святилище не было ими разграблено. И вот среди дня, не без воли богов, в глубокий сон погружен был их в вождь, и, явившись во сне, так сказал ему пан. — О преступнейшие, о безбожнейшие люди! На что вы, обезумев, вдерзнули? Шумом войны вы наполнили область сельскую, милую мне. Вы угнали стада и быков, и кос, и овец, о которых заботил я, от алтарей оторвали вы девушку, из которой эрот хочет сказку любви создать. И не постыдились вы ни тех нимф, что глядели на вас, ни меня, самого пана. Не видать вам, метимны, пока вы плывете с добычей такой, и не убежите вы от свирели моей, приводящей вас в трепет. Но в пищу рыбом отдам я вас, потопивши, если только как можно скорее не вернешь ты нимфам Хлою, а также и Хлои стада, ее косы овец. Встань же и высади на землю девушку со всем тем, что сказал я. Тогда я сам тебе по морю путь укажу и ее же домой провожу. Сильно смущен был Бриаксис, так звали предводителя. Бриаксис, поднявшись от сна и созвавший начальника всех кораблей, приказал им, возможно, скорее Хлою межпленных найти. Они быстро ее нашли и к нему на глаза привели, ведь сидела она, увенчанная сосновыми ветвями, сочтя это верным указанием на то, что он видел во сне. Он сам на своем корабле сопровождает Хлою до берега, и едва на землю ступила она, как вновь со скалы раздался звук свирели, уже не воинственный, не страшный, но пастушеский, под который стада на пастбища ведут. И овцы тотчас же сбежали по сходням судов, скользя своими раздвоенными копытцами, а козы побежали много смелей, лазать привыкши покруче. И Хлою они окружили, ставши в круг, словно хор, они скакали, блеяли и как будто радовались, а козы, овцы и быки других пастухов оставались спокойно на месте, в глубине корабля, как будто песня свирели их не звала. Когда все, изумлением охваченные, стали славить пана, когда и на земле, и на море явились еще большие чудеса. Кораблины темнейцев поплыли раньше, чем успели поднять хикаря, корабль же вождя вел дельфин и скакал перед ним над водою, а косы овец вел свирели сладостный звук, но того, кто играл на ней, не было видно нигде. Так всем стадом шли вместе и овцы, и козы, и паслись на ходу, наслаждаясь сладкою песню свирели. Было время, когда днем вторично гонят стада на пастбища, и Дафни с высокой скалы увидел стада и Хлою, и, громко воскликнув «О, нимфы и пан!» в долину сбежал, схватил Хлою в объятья и упал, потерявши сознание. Едва-едва удалось Хлое вернуть его к жизни, она его и целовала, и объятиями своими согревала. Потом пошел Дафнис к знакомому буку и, севши под ним, стал расспрашивать Хлою, как сумела она убежать от стольких врагов. А нашему все рассказала, как плющ, укос, рога обвивал, как овцы выли по волчи, как у ней самой в волосах и сосновых ветвей венок появился, как пошел по земле огонь, а по морю шум, как двоякою песню пела свирель. То войну, то мир, возвещая, о страшной той ночи все рассказала, и, как, не зная дороги, шла она за напевом свирели, ведущим ее. Понял тогда Дафнис и сон, ему нимфами посланы, и деяния пана, и сам рассказал, что видал, что слыхал, как он хотел умереть, и как нимфы жизнь ему возвратили. Затем он ее отослал, чтоб она привела Адриа, Соломона и их домочадцев, и все принесла, что нужно для жертвоприношения. А тем временем сам он, выбрав искосную лучшую и увенчав ее венком из плюща, ведь в таком убранстве перед врагами явилось все стадо, и между рогами ее возлияние, свершивши молоком, принес ее в жертву нимфам. Подвесив, шкуру с нее содрал и дар этот богиням посвятил. Когда пришла Хлоя со всеми своими спутниками, то Дафнис разжег огонь и часть мяса сварив, часть уже изжарив, начатки в жертву нимфам принес, сделал из чаши полный вином молодым возлияние. А затем настелил зелень для лужа, и начался пир, и питье, и веселье. Но в то же время присматривал Дафнис за стадами, как бы волк, напавший на них, не сделал того, что думали сделать враги. Немало песен пелось в честь нимф, старых песен пастушьих. Когда ночь наступила, все легли спать тут же на поле, а с наступлением дня не забыли пана почти. И, украсив сосновым венком мужака всего козьего стада, его к сосне повели. И, сделав вином возлияние, восхвалив Бога, они принесли козла в жертву, подвесили и сняли шкуру с него. Мясо, сварив и зажарив, тут же на лужайки на листья они положили, а шкуру вместе с рогами прибили к сосне у статуи пана. Пастуший дар пастущему Богу. Отложили для него и первые мясо куски, и искупка большего ему совершили возлияньи. Песню пропела Хлоя, насверели Дафнис, сыграл. А затем на ложе они возлегли и начали пир. Случайно к ним подошел пастух Филет. Принес он пану веночки и ветвь лозы виноградной с гроздьями, листьями и молодыми побегами. С ним шел из его сыновей самый младший, тетир, златокудрый, голубоглазый, белокожий и шаловливый. Легко подпрыгивал он на ходу, словно козленок. Все разом поднялись и увенчали пана. Грозди лозы прикрепили к кудрявой сосне. Рядом с собой усадивши, они пригласили пришедших участвовать в общем пире. Когда старики захмелели, много, как это обычно бывает, рассказывать стали друг другу. Как они стада пасли, когда молоды были, скольких разбойничьих набегов избежали. Иной хвалился, что волка убил, другой, что игрой на свиреле лишь пану единому он уступал. Этим особенно хвастал Филеп. И вот Дафнис и Хлоя стали его умолять, чтобы он поделился с ними этим искусством и сыграл на свиреле на празднике Бога, который так любит свирель. Филет согласился, жалуясь, правда, на старость, что дух у него отнимает, и взял свирель Дафниса. Но мала она оказалась для большого искусства его, а пригодна только для уст мальчика. Тогда он тетира послал за своею свирелью, а дом его отстоял стадий на десять. Сбросив свой плащ, ногой бросился мальчик бежать, как лань молодая. А ламон обещал тем временем им рассказать о серинге преданье. То, что спел ему некогда один пастух сицилийский, в уплату свирель и козла получив. Некогда эта наша свирель была не свирелью, песней орудьем, а девой прекрасной с голосом нежным. Посла она коз с нимфами вместе играла и пела, как ныне поет. Раз, когда она стадо посла играла и пела, пан перед нею явившись, стал ее соблазнять, склоняя к тому, чего он хотел, и обещал ей за это, что все ее козы будут рожать по паре козляток за раз. Она же смеялась над страстью его, говоря, что не хочет она возлюбленным брать того, кто сам ни козел, ни человек настоящий. Бросился пан в погоню за ней, чтоб, поймав силою ей овладеть, серинга жбексом спасалась от пана и от насилия его, но, убегая, устала, и вот среди тростников она прячется и исчезает в болоте, срезал в гневе пан тростники. Девы же он не нашел, беду, что случилось с ней, понял и эту свирель изобрел, воском слепив тростинки неравные, подобно тому, как неравной любовь их была. И бывшая прежде девой прекрасной свирелью стала певучей. Только что кончил рассказ свой ламон, и Филет его похвалил, говоря, что сказку он рассказал, которая слаще, чем песня, как тетир уже прибежал и отцу свирель принес, большую, с тростинками длинными, с воском на скрепах и в медном убранстве. Можно подумать, что это была та свирель, которую создал пан впервые. Поднявшись с ложа и прямо сев на сиденье, Филет сперва все тростинки проверил, хорошо ли по ним воздух проходит, а потом, убедившись, что не для дыхания задержки, он, словно юноша, полную грудью в свирель начал дуть. И казалось, будто слышишь разом поющих несколько флейт, так звучно играло свирель. Понемногу силу снижая, он перешел к напевам понежнее. С великим искусством он показал, как следует стадо пасти под разный напев, как надо играть для стада коров, какие напевы подходят для кос, а под какие овцы охотно пасутся. Нежно играл для овец, громко для стада коров, резко для кос. Так подражала одна и та же свирель разным свирелем. Все, наслаждаясь, лежали в молчании. Тогда встал Дриаз, сыграть попросил Дионисов напев и стал пред ними плясать виноградарей пляску. И он показал, как виноградные грозди срезают, как корзины несут, как сок из гроздей выжимают, как по бочкам его разливают, как, наконец, вино молодое пьют. И все так красиво и ясно пляскою Дриаз изобразил, что, казалось, перед глазами все это было, виноградные лозы точило и бочки, и будто вправду пил сам Дриаз. Этот третий старик, заслужив похвалу за пляску свою, Дафниса с Хлоей целует. Быстро вскочив, они пляскою изобразили всю сказку Ламона. Дафнис пана роль представлял. Сиринги — Хлоя. Он умолял ее, соблазнял, она же смеялась, его отвергая. Он гнался за ней и бежал на кончиках пальцев, точно как пан на копытах. Она же, казалось, от бега уже утомилась. Затем скрывается Хлоя в лесу, как будто в болоте. Дафнис же, взяв Филета, большую свирель, заиграл песню плачевную, словно влюбленный, страстную, словно хотел убедить ее, призывную, словно ее он искал. И Филет в восхищении, на ноги быстро поднявшись, стал его целовать. И, целуя, ему подарил эту свирель, пожелав, чтобы Дафнис оставил ее преемнику, столь же достойному. Тогда свою небольшую свирель Дафнис в дар принес пану, и Хлою, поцеловав, как будто в самом деле вновь нашел он ее после бегства, погнал стада, играя на новой свирели, ведь уже ночь надвигалась. Погнала и Хлоя своих овец, их, собирая, на певом свирели, и козы бежали с овцами рядом, и Дафнис шел близко от Хлои. И до самой ночи они наслаждались друг другом, решившись рассветом пораньше выгнать стада. Как сказали они, так и сделали. Только лишь день забреджил, пришли они на пастбище, и тут обратились с приветом к нимфам сначала, за ними и к пану, потом же, под дубом усевшись, стали играть на свирели, потом целовать, обнимать друг друга. Обнявшись, легли, но ничего не достигнув, снова поднялись, есть захотели и пили вино, смешавши его с молоком. Разгорячившись всем этим и ставши смелее, друг с другом спор они завели ссору любовную, и скоро до клятв верности дошли, и Дафнис паном поклялся, к его со сне подойдя, что ни единого дня не будет жить один он без Хлои. А Хлоя поклялась Дафнису, нимф призвавши, и, войдя в их пещеру, любя его жить и умереть. И Хлоя, совсем еще девочка, так была простодушна, что, выйдя из пещеры, решила еще одну клятву взять с него. — Дафнис, — сказала она, — пан твой, влюбчивый бог и неверный, любил он пятию, любил он серингу. Вечно он пристает к дриадам лесным, не дает прохода нимфам, стада стерегущим. Сам он небрежно относится к клятвам и тебя наказать не подумает, если ты многих женщин будешь любить, больше, чем тростинок на свиреле твоей. — Лучше ты мне поклянись этим стадом и той указой, что вскормила тебя, что Хлои ты не покинешь, пока она будет тебе верна. И если же она погрешит против тебя, против нимф, беги от нее, ее ненавидь и, как волка, убей. Доволен был Дафнис ее недоверием и, став среди козьего стада, одной рукою держась за козу, другой за козла, он клялся, что Хлою будет любить, пока она его любит. Если же другого ему предпочтет, тогда убьет он себя, но не ее. Она обрадовалась и поверила ему, ведь пастушкой была она и думала, что козы и овцы для них, пастухов, и есть настоящие боги. Книга третья Когда метиленцы узнали о набеге морском десяти кораблей и когда поселяне, пришедшие из деревень, им рассказали о случившихся там грабежах, метиленцы сочли, что подобную дерзость метемнейцев стерпеть невозможно и решили со своей стороны, возможно, скорее взяться за оружие, отобрав три тысячи лучших гоплитов и пятьсот всадников. Они послали их под начальством гиппоса по суше, морского пути опасаясь в зимнее время. Двинулся гиппос в поход, но не стал ни полейми темнейских грабить, ни стада угонять, ни достояния земледельцев и пастухов расхищать, полагая, что все это приличествует скорее разбойнику, чем военачальнику. Быстро повел он свое войско против вражеского города, чтобы застать ворота его без охраны и напасть на него врасплох. Когда до города оставалось стадий около ста, войско встретил глашатой, просившей о мире. От пленных узнали метемнейцы, что не повинны метиленцы, в случившемся, что поселяния и пастухи только наказали кучку зазнавшихся юношей. Тогда, в метимне, люди одумались, поняв, что нападение на город соседа было слишком дерзким и неразумным. Вот почему они торопились, вернувши все, что награбили, вновь в союз заключить, чтоб без страха встречаться и на земле, и на море. Глашатая этого, Гиппас, хоть и был избран полномочным вождем, все же послал в метилену, а сам, лагерь, разбив возле метимны, в стадиях в десяти, стал ожидать от своих указания. Прошло два дня, и вестник с приказом пришел, что было награблено отобрать и, не чиня никакого вреда, домой вернуться. Когда метиленцам на выбор войну или мир предложили, они нашли, что мир для них выгодней. Вот как война метилены с метимной, начавшаяся неожиданно, так же внезапно и окончилась. Наступила зима, и была она для Дафниса с Хлоей горше самой войны, внезапно выпал глубокий снег, завалил все дороги, а всех поселян запер в домах. Бурно потоки низвергались, льдом покрывшись, замерзала вода. Деревья паникли, словно надломленные, под снегом скрылась земля, и видна была только возле ключей и ручьев. Уже никто не гнал своих стад на пастбище, никто не показывал носа за дверь. Но, разведя огонь, лишь только запоют петухи, одни лен прясть начинали, костью шерсть другие сучили, иные птичьи селки мастерили. В это время только одна забота была — в ясли мекины на корм быкам подложить, стоило козам и овцам, веток с листвой, свиньям закуты разных сортов желудей. Все по неволе дома сидели. Землепашцы и пастухи — те были рады, что хоть на короткое время свободными стали они от трудов. По утрам хорошо они ели, долго и крепко спали, так что зима, на их взгляд, была куда слаще и лета, и осени, даже и самой весны. А вот Хлоя и Дафнис, вспоминая минувшие радости, как они целовались, как обнимались, вместе как пили и ели, теперь проводили печально бессонные ночи и ждали весенней поры, как ждут воскресенья из мертвых. Огорчались они, даже сумку увидя, когда под руку им попадалось, из нее ведь, бывало, вместе пищу они вынимали, или подойник, ведь из него вместе пили, или свирель, без внимания лежащую, дар любви. Нимфом молились они и пану, их от этих мучений избавить просили, и вновь показать и им, и стадам их горячее солнце. Но, молясь, в то же время они средства придумать старались, как бы вновь увидаться друг с другом. Но Хлоя вовсе выхода не видела, да и придумать ничего не могла. Та, что считалась ей матерью, всегда была с нею, а научила ее чесать шерсть, крутить веретена, и то и дело о свадьбе ей поминала. Дафнис же был свободен и на выдумке более ловок, чем девушка. Потому он придумал хитрость такую, чтоб Хлою увидеть. Перед двором Дриаса, у самого забора, давно уж росли большие два мирта и плющ. Мирты стояли близко один от другого, а между ними вился плющ. Раскинув, как виноградная лоза, свои побеги на оба мирта, листвой своей густой сплетенной подобие пещеры он создал, и крупные ягоды, будто виноградные грозди, висели на нем. Потому-то здесь собиралось много зимующих птиц, ведь пищи им зимой не хватало, много тут было черных и серых дроздов, были дикие голуби, были скворцы и разные прочие птицы, что ягоды плюща любят клевать. Будто бы ради охоты на этих птиц и пошел сюда Дафнис, а чтобы всякий ему поверил, набрал сумку медовых лепешек и с собой захватил птичий клей и селки. Расстояние было не более стадий десятка, зато снег, еще не растаявший, много труда и препятствий ему доставлял. Но нет для любви пути непроходимого, пусть пролегает он через огонь или воду, или скифские даже снега. Бегом-то бежав до двора Дриаса, с ног стряхнувший весь снег, он расставил селки и клеем намазал длинные ветки. Так он сидел с волненьем и птиц поджидая, и хлою. Что до птиц, то многое множество их прилетело, и ловить их было легко, так что пришлось ему немало потрудиться, их собирая, убивая и перья ощипывая. А вот со двора не вышел никто, ни мужчина, ни женщина, ни даже домашняя птица, но все, у огня оставаясь, дома сидели, так что Дафнис в затруднении был, не зная, что делать, словно какие-то зловещие птицы сюда его привели. Решил он какой-нибудь повод найти и в двери толкнуться, и стал он раздумывать, что бы такое сказать, чтоб слова его правдоподобными показались. Зашел я за угольком, а не было разве соседей других всего в одном стадии от тебя? Пришел хлеба взаимы попросить, но сумка полна едой. Вина у меня нет. Но только что кончился сбор винограда. За мной гнался волк. А где же волчьи следы? Пришел, чтоб на птиц поохотиться. Что ж, после охоты домой не идешь. Хочу я Хлою увидеть. Но отцу и матери девушки кто же в этом признается? И, как ни кинь, все клин. И все-то предлоги мои слишком они подозрительны. Лучше помолчать. Хлою увижу весной, если уж окажется, не суждено мне зимою увидеть ее. Так, поразмыслив, собрал он тихонько добычу и хотел уходить, но сжалился, видно, над ним эрот. И вот что случилось. Дриаз с домочадцами сидел за столом. Мясо уже поделили, хлеб на стол положили, чашу вином, разбавив водою, наполнили. И вот одна из собак сторожевых, улучивши минутку, схватила мясо кусок и бросилась к двери бежать. Рассердился Дриаз. Это была как раз его доля. Схвативши палку, он сам, словно пес, погнался за нею. И за нею гоняясь, он у плюща оказался и видит, что Дафнис, на плечи себе добычу взвалив, подумывает, как бы поскорее исчезнуть. Тотчас же и о мясе, и о собаке Дриаз позабыл, и громко воскликнув «Здравствуй, сынок!» обнял его, расцеловал и, за руку взявши, внутрь дома повел. Увидавши друг друга, Дафнис и Хлоя чуть не упали на землю, сделав усилия, чтоб на ногах удержаться, они поздоровались, поцеловались и в этом будто опору нашли, чтоб не упасть. Получив сверх ожидания и поцелуй, и свидание с Хлоей, Дафнис подсел поближе к огню, снявши с плеч, положил на стол голубей и дроздов и рассказывать стал, как, соскучившись дома сидеть, он пошел на охоту и как наловил селками одних, клеем других, жадно летевших на ягоды Мирт и Плюща. Все его похвалили за то, что он не сидит сложа руки, и заставили поесть из того, что собака схватить не успела. А вино разлить Хлое велели. Радостно всем она поднесла, Дафнису уж после всех она в шутку делала вид, что сердита на него за то, что хотел он, пришедши сюда, уйти ее не видавши. Но все же, прежде чем ему поднести, сама отпила, а затем уж ему подала. Он же, хотя его жажда томила, стал пить медленно и медля так наслажденье свое усиливал. Быстро стол опустел. На нем не осталось ни мяса, ни хлеба. Тогда все, кто сидел за столом, стали расстрашивать, как поживает Миртала с Ламоном. Они называли счастливыми их за то, что судьба им послала такого кормильца на старость. И рад он был по хвалам, ведь их слушала Хлоя. Когда же его не пустили домой, говоря, что на завтра Дионису жертву хотят принести, то от радости он их самих вместо Диониса чуть было поклонением не почтил. Тотчас он вынул из сумки много медовых лепешек и пойманных птиц. На славу их к ужину приготовили. Снова поставили кратер с вином и снова огонь разожгли. И быстро ночь наступила, и снова пошло пирование, а потом всякие предания рассказывать стали, песни петь, и, наконец, пошли на покой с матерью Хлоя, Дриас, с Дафнисом. И не было Хлои никакой иной отрады, кроме мысли, что наутро она Дафниса снова увидит. А Дафнис ничтожную радостью радовал сердце, счастлив он был уже тем, что лежал с Хлоей отцом. Он его и обнимал, и часто целовал, в дремоте представляя, что это он делает с Хлоей. День наступил. На дворе был ужасный мороз. И северный ветер все леденил. Стали все от сна, годовалого барана принесли в жертву Дионису, и, разведя сильный огонь, стали готовить пищу. Пока Напа хлебы пекла, Адриас жарил барана, Дафнис и Хлоя, свободный момент улучив, выбежали из двора туда, где рос плющ. Вновь поставив селки и намазав клеем ветки, снова они наловили немало птиц. Были для них наслаждением непрерывные поцелуи, и сладка была им беседа. Для тебя ведь, Хлоя, пришел я сюда. Знаю я, Дафнис, из-за тебя ведь гублю я этих несчастных дроздов. Что же я сделать должна для тебя? Помнить обо мне. Помню, нимфами клянусь, которыми клялась в нашей пещере. Туда мы вернемся сейчас же, едва только снег растает. Но снега так много, Хлоя, боюсь я, как бы раньше, чем снег я сам не истаял. — Мужайся, Дафнис, солнце сильно уже пригревает. О, если бы было оно горячо, как огонь, что сожигает мне сердце! Ты все шутишь и хочешь меня обмануть? Нет, никогда козами тебе клянусь, клясться которыми сама ты меня заставляла. Так, словно эхо, откликалось на речи Дафниса Хлоя. Тут Напа за ними послала, и они прибежали, неся с собою добычу, гораздо обильней вчерашней. И Дионису, совершив подлияние из чаши, они приступили к трапезе, головы плющом увенчав. А когда пришла пора, восхвалив Иакха и восклицая «Эвэ», они отпустили Дафниса домой, сумку его наполнив мясом и хлебом. Дали ему и голубей, и дроздов отнести ламону смерталой, говоря, что сами они наловят себе других, пока еще зима продолжается и пока ягод на плюще хватает. И Дафнис ушел, расцеловав всех, а Хлою последней, с тем, чтоб остался на губах у него чистый ее поцелуй. И не раз еще ходил он к ним этой дорогой, придумывая иные предлоги, так что и зима не совсем оказалась для них лишенной любви. Начиналась весна, и таял снег, стала земля обнажаться, стала трава пробиваться, и пастухи погнали стада на пастбища, а раньше других Дафнис и Хлоя, ведь служили они пастурю могущества несравненного. И тотчас бегом они побежали к нимфам в пещеру, а оттуда к пану, к сосне, а затем и к дубу. Сидя под ним, и стада свои пасли, и друг друга целовали. Стали они и цветов искать, чтоб статуи богов венками украсить. Цветы едва-едва появляться стали. Зефир их пестовал, а солнце пригревало. Все ж удалось найти и фиалки, и нарциссы, и курослеп, и все, что ранней весною земля нам приносит. Хлоя и Дафнис свежего надоили козьего и овечьего молока, и, украсив венками статуи богов, совершили молоком возлияние. И на свиреле стали они снова играть, как бы соловьев вызывая поспорить с ними в пенье. А соловьи уже откликались в чаще лесной. И вскоре все лучше стало удаваться им песнь об Итисе, словно вспомнили они после долгого молчания свою прежнюю песню. Заблеяли овечьи стада, ягнята прыгали, залезая под маток, и за соски их тянули. А за овцами, еще не рожавшими, гонялись бараны. Сзади взбирались на них, каждый выбрав себе одну. И козлы гонялись за козами, и наскакивали на них с любовной страстью, и бились за коз. У каждого были свои, и каждый их охранял, чтоб как-нибудь с ними другой козел тайком не связался. Даже старых людей, случись им это увидеть, к делам любви побудило бы такое зрелище. А тем более дав несыхлое юные, цветущие и давно уже искавшие наслаждений любовных. Располялись они, слышав все это, млели, видя это, и сами искали чего-то получше, чем поцелуи и объятия, особенно давним. За время зимы, сидя дома без всякого дела, он возмужал, поэтому рвался он к поцелуям и жаждал объятий, и во всем стал гораздо смелей и решительней. Вот он и стал просить, чтобы Хлоя уступила ему в том, чего он желал, ногою с ногим полежала бы с ним подольше, чем делала раньше. — Ведь это одно, — говорил он, — осталось, чего не исполнили мы из советов Филета. — Единственное, здесь ведь, наверное, то средство, что нашу любовь успокоит. Когда же она задавала вопрос, что же есть еще больше, чем целовать, обнимать и вместе лежать, и что же еще он делать задумал, если будут они оба ноги и вместе лежать, он ей отвечал. — То же, что бараны с овцами и козлы с козами. Разве не видишь, что после того, как дело сделано, овцы и козы от них не бегут, а те не томятся, гоняясь за ними, но как будто, взаимно вкусив наслажденья, вместе пасутся? Видимо, дело это сладостно и побеждает горечь любви. — Ну, разве не видишь ты, Дафнис, что и козлы с козами, и бараны с овцами все это делают стоя, и козы и овцы тоже стоя их принимают? Те на них скачут, они же спину им подставляют, а ты хочешь, чтоб я вместе с тобой уложилась, да еще и ногая. Смотри, ведь их шерсть гораздо плотнее моей одежды. Послушался Дафнис, и вместе с нею улегшись, долгое время лежал, но не умея то сделать, к чему страстно стремился, он поднял ее и сзади обняв, к ней прижался, козлам подражая. И еще больше смутившись, он сел и заплакал, неужели ж он даже баранов глупее в делах любви? Жил с ним по соседству землевладелец по имени Хромис уже в преклонных годах. Привел он к себе из города бобенку, молодую, цветущую, гораздо более изящную, чем поселянки. Звали ее Ликэнион. Видя, как Дафнис каждое утро гнал своих коз на пастбище, а к ночи обратно с пастбища она загорелась желанием его своим любовником сделать, подарками соблазнив. И вот однажды, подстерегши его одного, она подарила ему свирель и сотового меду и сумку из кожи оленьей. Но сказать ему что-либо прямо она опасалась. Поняв, что любит он Хлою, заметила, к девушке ленет он. Сначала она догадалась об этом, видя взаимные приветствия их и улыбки, а потом как-то ранним утром мужу сказавшись, чтобы глаза отвести, будто к соседке пойдет, которой время рожать наступило, незаметно пошла она следом за ними. И спрятавшись в чаще, чтоб не было видно ее, все услыхала, о чем они говорили, все увидала, что делали. Не ускользнули от взоров ее и слезы Дафниса. Пожалела она этих несчастных, и решив, что ей представился случай, удобный сделать сразу два дела, им дать от мук избавление, свое ж удовлетворить вожделение, такую придумала хитрость. На следующий день, будто опять направляясь к той же роженице, открыто идет ли Кэньон к дубу, где сидели Дафнис и Хлоя, и ловко притворившись, будто она чем-то огорчена, говорит. «Спаси, Дафнис, меня злополучную! Из моих двадцати гусей самого лучшего орел утащил, но слишком тяжелую ношу он поднял, и кверху взлетевши не смог он ее унести на привычное место, вон на этот высокий утес, и опустился вот здесь, в мелколесье, «Ради нимфы и этого пана!» «Пойди ты со мною туда, одна я идти боюсь!» «Спаси моего гуся, не оставь без внимания ущерба в моем стаде! Может быть, и орла самого ты убьешь, и не будет уж он у вас без конца таскать и ягнят и козлят!» «Тем временем стадо твое сторожить будет Хлоя, козы твое и хорошо ее знают, ведь всегда вы вместе пасете!» Даже и не подозревая, что будет дальше, Дафнис тотчас встал, взял посох и следом пошел за Ликэнион. Его, уведя, возможно, дальше от Хлои, когда они оказались в чаще густой близ ручья, она велела ему присесть и сказала, «Любишь Хлою ты, Дафнис, это узнала я ночью от нимф. Явившись во сне, они мне рассказали о слезах вчерашних твоих и мне приказали спасти тебя, научивши делам любовным. А дела эти не только поцелуи и объятия, и не то, что делают козлы и бараны. Другие это скачки, и много слаще они тех, что бывают у них, ведь наслаждение даруют они куда более длительное. Так вот, если хочешь избавиться от мук и испытать те радости, которых ты ищешь, то отдай себя в руки мои, радостно стань моим учеником. Я же, в угоду нимфам, всему тебя научу». Не в силах сдержать своего восторга Дафнис, простодушный деревенский казапав, а к тому же еще влюбленный и юный, пал к ногам Ликэнион, моля, возможно, скорее искусству этому его обучить, которое ему поможет с Хлоей совершить то, чего ему так хочется, и как будто готовясь постигнуть поистине нечто великое, неспосланное ему самими богами, он обещает ей подарить упитанного козленка нежного сыру из сливок и даже козу. Увидя в нем такое пастушеское простодушие, какого она никак не ожидала, вот как стала Ликэнион Дафниса делу любви обучать. Она приказала ему, не думая долго, сесть поближе к себе, целовать ее такими поцелуями и столько раз, как вошло у него в привычку, а целуя, обнять ее и лечь на землю. Когда ее нашосел, ее поцеловал и лег с нею рядом, она, увидав, что он в силе к делу уже приступить и весь полон желанья, приподнявши его, ведь он лежал на боку, ловко легла под него и навела его на ту дорогу, которую он до сих пор отыскивал. А потом уже все оказалось простым и понятным. Природа сама научила всему остальному. Лишь только окончился этот любовный урок, Дафнис, как истый пастух простодушный, стал порываться к Хлое бежать и тотчас же сделать с ней то, чему здесь научился, как будто боясь, что если промедлит, то все позабудет. Но Ликэнион, его удержавший, сказала, — Вот что еще нужно тебе, Дафнис, узнать. Я ведь женщина, и теперь я ничуть от всего этого не пострадала. Давно уж меня всему научил мужчина другой, а в уплату взял невинность мою. Хлояш, когда вступит с тобой в эту битву, будет кричать, будет плакать, будет кровью облита, словно убитая. Но ты не бойся той крови. А когда убедишь ее отдаться тебе, приведи сюда. Здесь, если и будет кричать, никто не услышит. Если расплачется, никто не увидит. А если кровью своей замарается, в этом ручье искупается. И помни, что первая я раньше Хлои тебя мужчиною сделала. Преподав ему указания такие, Ликениан ушла в другую часть леса, как будто все еще продолжая гуся разыскивать. Задумался Дафнис над сказанным ею. Остыл его первый порыв. Стал он сомневаться, следует ли ему Хлои докучать и просить во время объятий большего, чем поцелуи. Он не хотел, чтобы кричала она, будто ее схватили враги, или чтоб плакала от боли, или кровью исходила, словно ее убивают. Новичок в любви боялся он крови и думал, что кровь может литься только из раны. И, твердо решив наслаждаться с нею обычными ласками, вышел из лесу Дафнис. Придя туда, где Хлоя сидела, вплетя из фиалок веночек, он обманул ее, сказавши, что вырвал гуся из орлинных когтей. И, крепко обняв, стал ее целовать, как целовал Ликениан в миг наслаждения. Ведь это можно было делать без опаски. Она же надела на голову Дафниса ею сплетенный венок и кудри его целовала. Ей казались они лучше фиалок. И, вынув из сумки кусок сладкой лепешки из фруктов сушеных и несколько хлебцев, дала ему есть. Когда же он ел, она у него изо рта хватала кусочки и сама, как птенчик, глотала. Когда они так угощались, а больше целовались, чем ели, показалась лодка рыбачья, плывшая вдоль берега. Не было ветра, на море было затишье, грести приходилось, и крепко гребли рыбаки. Они торопились доставить в город к столу одного богача рыбу живую. То, к чему прибегают всегда моряки, чтоб забыть про усталость, прибегли к тому же под взмахи весел гребцы. Один из них старшой, песни морские пел, остальные ж, как хор, все разум и в лад на голос его откликались. Когда они пели так в море открытом, то клики их пропадали, голоса звук исчезал в воздушном просторе. Когда же, объехавши мыс, они вошли в глубокий залив, изогнутый словно месяца серп, громкие клики стали слышней, ясней стал доноситься наберег запев. Глубокая расщелина к равнине прилегала, и, будто полая флейт и труба, звук в себя принимая, всем голосам поддражала, на все откликалась. Слышны были ясно весел удары, ясно гребцов голоса, и все это радостью было для слуха. Сначала с моря звук долетал, а звук, на земле родившийся, настолько поздней замолкал, насколько позднее он возникал. Дафнис, которому все это было знакомо уже, внимание свое обратил лишь на море. Он любовался, смотря, как птицы быстрее корабль пролетал, минуя равнину. Старался запомнить те песни, чтобы сыграть их потом на свирели. Хлоэш тогда в первый раз услыхала то, что эхом зовется. Она то на море смотрела, когда мореходы песнь запевали, то к земле обернувшись, искала, кто же им вторит. Когда они мимо проплыли и тихо стало в расщелине, она спросила у Дафниса, нет ли за мысом другого моря, и не плыл ли другой там корабль, не пели ли мореходы другие такую же песню, а потом разом все замолчали. Нежным смехом рассмеялся Дафнис, еще нежнее Хлою он целовал, а затем, увенчавший ее венком из фиалок, стал рассказывать преданье об эхо, сперед у нее попросивши как плату за этот рассказ еще поцелуев десяток. Много девушка-нимф различного рода живет и в ясеннике, и в дубравах, и в болотах. Все прекрасны они, все певуньи. Из них у одной была дочка-эхо, смертной была она, так как смертным отец ее был, и в красавицу мать красотою. Нимфы ее воспитали, музы играть насверели, на флейте ее научили, под лиру, под кефару, песни всякие петь. И, достигнув рассвета девичьей своей красоты, хороводы водила она с нимфами, песни пела с музами. Но всех мужчин избегала она, и людей, и богов, любя свою девичью жизнь. Рассердился она девушку-пан. Песням ее он завидовал, красота же ее была для него недоступна. И в безумие вверг пастухов, что коз пасли и овец. Как злые собаки или волки они ее растерзали, и члены тела ее, а все еще пело оно, во всей разметали земле. Но песни ее нимфам в угоду скрыла земля в лоне своем, и напев сохранила. И по воле мус подает она голос, всему подражая, как некогда девушка всем подражала. Богам и людям, инструментам, зверям, даже и пану, когда на свиреле играть он начнет. И он, услыхав, вскочит и долго бежит по горам, поймать не надеясь, но только желая узнать, кто же такой этот тайный его ученик. Такое сказание Дафнис ей поведал, и, поцелуев не только десяток, Хлоя ему подарила, но без конца целовала его, ведь тоже почти за ним повторяло и эхо, словно тем подтверждая, что ни слова лжи он не сказал. С каждым днем становилось солнце теплее. Весна кончалась, лето начиналось, и опять у них летний порой начались новые радости. Он плавал в реках, она в ручьях купалась, он играл на свиреле, соревнуясь с песней сосны. Она же в состязание с соловьями вступала. Гонялись они за болтливыми цикадами, ловили кузнечиков, сбирали цветы, деревья трясли, ели плоды, бывало, ногами вместе лежали, покрывшись козьей шкурой одной. И Хлоя легко могла бы женщиной стать, когда б не смущала Дафниса мысль о крови. Однако, боясь, что пришенье разумной страсти порывом как-нибудь сломлено не было, не позволял он Хлое сильно себя обнажать. Этому Хлоя удивилась, но спросить о причине стыдилась. Этим летом у Хлои женихов было много, и отовсюду много народу ходило к Дриасу с просьбой отдать ее замуж. Иные уже приносили подарки. Иные ж много богатых даров обещали, если ее заполучат. Напа, прельстившись надеждой на это, хотела выдать Хлою скорее и не держать дольше в доме взрослую девушку. Ведь того и гляди, она говорила, пася свое стадо, она себя потеряет и в мужья себе пастуха возьмет за несколько яблок или роз. Лучше сделать ее госпожой в собственном доме, а самим, получивши большие подарки, их сохранить своему родному детяти, недавно мальчик, родился у них. Случалось? Дриасу заманчивы речи такие казались. Каждый жених сулил подарки получше, чем можно бы взять за простую дочь пастуха. Но иной раз он думал, что девушка стоит дороже простых женихов-землепашцев, и что если она вдруг найдет своих настоящих родителей, то она и его, и жену богатством осыплет. Он отлагал свой ответ. Время тянул со дня на день, а меж тем перепадало ему немало подарков. Хлоя, узнавшая об этом, очень грустила, и от Дафниса долгое время скрывала, его огорчать не желая. Когда ж он настаивать стал, спрашивая, что с нею такое, и огорчался, не получая ответа, больше, чем если бы все он узнал, она ему все рассказала о на апы речах, торопившийся выдать замуж ее поскорее. Сказала о том, что Дриаз наотрез никому не отказывает, но решение свое отложил до поры, когда виноград соберут. От этих рассказов Дафнис стал сам не свой и севши заплакал. Он говорил, что умрет, если Хлоя больше не будет с ним вместе стада пасти. И не только погибнет он сам, но и овцы, лишившись пастушки такой. Затем, собравшись с мыслями, он ободрился и надеяться стал, что сумеет отца убедить и себя уж считал в числе женихов и надеялся, что всех он других легко победит. Одно смущало его, не был богат Ламон, и это одно делало шаткой надежду. Однако решил он посвататься, и Хлоя с ним согласила. Ламон, он об этом сказать не решился. Мертали же, набравшись храбрости, поведал о своей любви и о браке речь завел. Она ночью сказала об этом Ламону. Холодно принял он ее слова и стал ее бронить, что дочку простых пастухов сватать она захотела юноше, чьи приметные знаки счастливую судьбу сулят. Ведь если найдет он своих родных, то тех, кто призрел его, он и на волю отпустит и даст им участки земли покрупнее. Мертала, бояз, как бы Дафнис, совсем потерявший надежду на брак, из-за любви не решился б с собой покончить, другие причины ему привела, почему возражает Ламон. Бедны ведь мы, сынок, и нам нужно невесту с преданным побольше. Они же богаты, и богатых хотят себе женихов. Убеди-ка ты, Хлою, а она пусть отца убедит, чтоб не требовал многого он и выдал ее за тебя. Уж, наверное, тебя она любит, и ясно, ей больше хочется спать с бедным красавцем, чем с обезьяной богатым. Не надеялась вовсе Мертала, что Дриаз согласие даст. Были у него на примете женихи побогаче. Она полагала, что повод отличный нашла для того, чтобы с делом о браке покончить. И Дафнис на это не мог возразить ничего. Видя, что далек он от цели стремлений своих, он поступил, как поступают в несчастьях влюбленные все. Плакать он стал и вновь на помощь ним призывал. И ночью во сне и вились они перед ним в том же виде, как прежде являлись. И снова заговорила старейшая. Забота о браке твоем и Хлои — дело Бога другого. Да рыжие, которыми ты дряса прельстишь, дадим тебе мы. Корабль молодых метемнейцев, привязь которого некогда съели козы твои, в тот день ветер далеко унес от земли. Ночью ж, когда с моря ветер подул и стало оно бушевать, корабль выброшен был на скалы этого мыса. Сам корабль и многое из того, что было, на нем погибло. Но кошелек и в нем три тысячи драхм на берег выкинула волна. Там он и ныне лежит, прикрытый морской травой, рядом с трупом дельфина. Никто из прохожих к месту тому не подходит, стараясь уйти поскорее от зловонья гниющего трупа. — Ты ж подойди, подойдя же, возьми и, взявши, отдай. Достаточно, если сейчас не будут считать тебя бедняком, а потом и богатым ты станешь. Так сказали они и исчезли вместе с мраком ночным. Только лишь день начался, как Дафнис вскочил, развеселый и свистом звонким погнал своих коз на пастбище. Поцеловавший Хлою, к нимфам сходив, чтобы им поклониться, он к морю пошел, как будто омыться желая. И там, по песку, у пены прибоя, бродил он, ища три тысячи драхм. Найти их немного труда ему стоило. В нос ему скоро ударил не слишком приятный запах дельфина, который был выброшен бури на берег и гнил. И этот-то запах противный ему послужил провожатым. Быстро он подбежал, водоросли разгреб и кошелек нашел, полный денег. Тут же схвативши его и в сумку к себе положив, не прежде ушел он, чем нимфам и морю воздал благодарность. Хоть и был он пастух, но море теперь считал для себя он милее, чем землю. Оно помогало ему на Хлое жениться. Владельцем ставший трех тысяч драхм он уж больше не медлил, считая себя человеком самым богатым на свете, не только что в тамошней сельской округе. К Хлое придя, ей свой сон рассказал, показал кошелек и, поручив стада постеречь, пока он не вернется, быстрым шагом он лчится к Дриасу. Нашел он его на таку, молотившем вместе с Напой пшеницу, и смело с ним начинает беседу о браке. — Отдай ты Хлою мне в жены. Жнец я хороший, виноградные лозы могу хорошо обрезать и деревья сажать, умею и землю пахать, и по ветру веет зерно. Как я пасу стада свидетелем Хлоя. Мне дали полсотни коз, я удвоил число их. Выкормил я козлов больших и красивых. А прежде мы покрывали своих коз чужими козлами. Кроме того, я молод, сосед ваш, и никто обо мне дурного не скажет. Меня вскормила коза так же, как Хлою овца. Насколько других всех я лучше, настолько же и в подарках им уступать не хочу. Они ведь дадут тебе разве что коз и овец, пару паршивых быков и зерна столько, что кур не прокормишь. А от меня вот вам три тысячи драхм. Только пускай никто об этом не знает, даже и сам отец мой, Ламон. С такими словами он отдал деньги ему и, обняв его, стал целовать. Увидавши столько денег, сколько им никогда и не снилось, – они тотчас же пообещали Хлою отдать за него и заверили, что Ламона добьются согласия. Напа вместе с Дафнисом продолжала работать, быков подгоняла и волочильной доской выбивала зерно из колосьев. Дряк же, спрятав кошель туда же, где у него хранились Хлои приметные знаки, быстро пошел к Ламону смерталой, чтоб у них небывалое дело сватать жениха. Застал он их за тем, что ячмень они мерили, только что перед тем провеяв его. Уныние ими владело, так как было зерна едва ли не меньше, чем до посева. Стал их дряз утешать. На это, мол, жалобы слышны повсюду. А затем стал просить их дать Дафниса Хлои в мужья, Говоря, что хоть многое ему предлагают другие, но С Ламона и Мерталы он ничего не возьмет, даже больше того, а он сам им в придачу кое-что даст. — Дафнисы Хлоя молоды, — говорил он, — выросли вместе, вместе стада пасли, и такой связаны дружбой, какую не так-то легко разорвать. Да и возраст у них такой, что пора им и спать уже вместе. Вот что он говорил, да и прочего всякого много еще. Ведь награды за то, чтобы он убедил их, получил он три тысячи драгм. Нельзя тут было Ламону сослаться ни на бедность свою, ведь те перед ним не кичили с богатством, ни на молодость без Дафниса был он уж юношей крепким. Сказать же по правде причину, что Дафнис, по мнению его, стоит лучше невесты, он все же никак не хотел. И вот, помолчавши немного, он так ответил Дриасу. Правильно вы поступили, соседей своих предпочтя людям чужим, и богатство не ставя выше бедности честной. Пусть за это паны-нимфы будут к вам благосклонны. Я и сам спешу устроить эту свадьбу, ведь совсем бы я был рассудка лишен, если б я, уж старик, которому нужны в работе лишние руки, не счел бы себе за великое благо в дружбу вступить с вашим домом. Да и Хлоя, кто ее не пожелает? Красивая девушка в самом расцвете, всем она хороша. Но ведь раб я, и ни над чем не хозяин. Нужно, чтоб мой господин узнал об этом и дал согласие свое. Давай же отложим брак этот до осени. — Были у нас из города люди и говорят, что к этому сроку хозяин собирается сам к нам прибыть. Тогда они станут муж и жена. Теперь же пусть они любят друг друга, как брат и сестра. Только вот что узнай, Дриас, юноши ты добиваешься, рода много нас с тобой выше. Сказавши это, он Дриаса расцеловал и выпить ему предложил, так как был самый полдень. Затем он его пошел провожать, оказав ему всевозможные знаки почтения и дружбы. Не пропустил Дриас мимо ушей последних слов Ламона и, домой идя, думал сам про себя. Кто ж такой Дафнис? Его воспитала коза. Значит, боги пекутся о нем. Он очень красив, ничуть не похож на Ламона, курносого старого и на лысую бабу его. У него оказалось сразу три тысячи драхм, а ведь столько и диких груш простой пастух не найдет у себя. Не покинули ли и его родители так же, как Хлою? Не нашел ли Ламон и его так же, как я нашел Хлою? Не было ли с ним знаков, приметных, подобных тем, что найдены были и мной? О, если б так было, владыка паны, милые нимфы! Может быть, он, отыскавши своих родных, откроет и Хлоину тайну? Так сам собой раздумывал он, высоко в мечтах заносяз, пока до Гумна не дошел. Придя же туда и видя, что Дафнис весь в ожидании того, что услышать ему предстоит, ободрил его, назвавший зятем своим, обещав, что свадьбу сыграет осенью. Правую руку ему протянул в знак того, что Хлоя ничьей не будет женою, кроме как Дафниса. К Хлое Дафнис помчался, не пивши, не евши, быстрее, чем мысли летят. Застал он ее за работой, доила овец она и делала сыр. Ей сообщил он известие о свадьбе и после, уже не скрываясь, ее целовал как жену и делил с нею труды. В подойнике он молоко доил, сыры в плетенках заквашивал. Под маток подкладывал он и ягнят, и козлят. Все хорошенько устроив, они умывались и, утоливши голод и жажду, ходили искать созревших плодов. Было много всего, это года пора изобильно. Много было груш и в лесу, и в садах, много и яблок. Одни уж на землю упали, другие держались на ветках, а павшие были душисты, а те, что на ветках висели, более цветисты, эти пахли вином, а те золотом ярким сверкали. На одной из яблонь все яблоки были уже собраны, без плодов и без листьев стояла она, голыми были все ветви. Но на самой вершине ее осталось одно только яблоко, большое, прекрасное, чудным цветом своим все другие оно затмевало. Кто плоды собирал, побоялся высоко взобраться, и снять его не потрудился, а, может быть, чудное яблоко это как раз для влюбленного пастуха уцелело. Лишь только яблоко это Дафнис увидел, как тотчас решился сорвать его с самой вершины, не слушая Хлои, и так как он ее не послушал, она, рассердившись, к стаду пошла. Дафнис же быстро на дерево влез, яблоко тотчас сорвал и подарил его Хлои. Все еще сердилась она, и к ней он обратился с такими словами. Милая девушка, яблоко это родили горы прекрасные, и прекрасное яблоня воспитало его, зрелым сделало солнце, и судьба для меня его сохранила. Ведь глаз я не лишен, и не мог я покинуть его, чтоб на землю упало оно, чтобы стадо посяз его затоптало, чтоб змея, ползучая ядом своим, его напитало, или чтоб со временем ссохло соно теперь такое прекрасное и завидное. Ведь именно яблоко было дано офродить в награду за красоту. Яблоко и тебе я дарю в знак победы твоей. Судьи ваши похожи. Тот пас овец, а я пасу коз. Так сказавши, он положил ей яблоко в складке платья на грудь. Когда он к ней наклонился, она его так целовала, что Дафнис ничуть не жалел, что решился залезть так высоко. Он получил поцелуй, что и золотого яблока был дороже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Книга четвертая Из Митилены пришел один раб, тому же хозяину принадлежавший что и Ламон, и сообщил, что незадолго до сбора винограда хозяин хочет приехать сюда посмотреть, не нанес ли его полям какого вреда намек метемнейцев. Уже лето кончалось, и осень приближалась, и готовил Ламон своему господину такой прием, чтоб душа его радовалась. Он ручьи очищал, чтоб вода была чистая, вывез навоз со двора, чтоб тяжелый запах не раздражал хозяина, а за садом ухаживал, чтоб был он прекрасен на вид. И верно, прекрасен был сад у него и на царский похож. Растянулся он на целой стадии, лежал на месте высоком, а шириною был плетра в четыре. Сравнить его можно с лугом широким. Были в нем всякого рода деревья — яблони, мифты, груши, гранаты, фиги, маслины. Виноградные лозы высоко вели с погрушем и яблоням, и зрелые грозди чернели, как будто с плодами соревнуясь. Такие-то были там деревья плодовые, но были и кипарисы, и лавры, платаны и сосны, на них вместо лоз виноградных плющ вился. Большие пучки его ягод темным цветом своим были похожи на виноградные грозди. Деревья плодовые в середине сада росли, словно под чьей-то охраной. А вокруг них стояли деревья, плодов не дающие, будто стена, руками людей воздвигнутая. Все это место было терновой изгородью обнесено. Было все разделено и размерено в точном порядке, и ствол от ствола на равном был расстоянии. А наверху ветви сходились друг с другом, переплетая с листвою. И то, что сделала природа, казалось, создано было искусством. Здесь были и грядки цветов. Одни цветы рождены землею, другие — искусство творения, розы, лилии и гиацинты — дело рук человека. А первоцветы, фиалки, нарциссы растила земля сама. Летом была здесь тень, весной — цветы, осенью — плоды, и в каждую пору года негою полнилось все. Отсюда была хорошо равнина видна, и можно было разглядеть пастухов, пасущих в стада. Хорошо были видны и море, и мореходы мимо плывущие, и это тоже немало прелести саду придавало. А в самой его середине, где длина и ширина его пополам разделялись, был Диониса храм и алтарь, ему посвященный. Плющ обвивал алтарь, а виноградные лозы — самый храм. Внутри же храма изображена была жизнь Бога, Семела рождающая, Ариадна засыпающая, Ликург в цепи закованный, Пенфей на клочья растерзанный. Были тут и индийцы побежденные, и теренцы в рыб превращенные. И везде сатиры точила топчущие, везде вакханки пляшущие. И пана тут не забыли, сидел он на скале, насверели играя, как будто под сенью его и сатиры точила топтали, и вакханки плясали. Таков был сад, за которым Ламон с большим старанием ухаживал. Сухие ветки он подрезал, виноградные лозы поднимал, мрамор Диониса он венками украшал, воду ручья на грядке с цветами провел. Был тут ключ, его Дафнис отыскал, чтоб цветы орошать. Хоть цветам служил этот ключ, а все его звали Дафнисов ключ. Ламон все Дафнису советовал, чтобы он как можно жирнее коз своих откормил, ведь захочет хозяин стада посмотреть, давно уж он здесь не бывал. Дафнис же был уверен, что за коз похвалу он получит. С тех пор, как стада стал он пасти, оно удвоилось. Волк у него ни одной не стащил, и козы стали жирнее овец. Но желая, чтобы охотний на брак его господин согласился, он к стаду старанье все приложил и заботу, выгоняя на пастбище чуть забрежет восток и домой гоня поздно вечером. Дважды в день на водопой их водил он, выискивал, где в здешних местах самое лучшее пастбище. Старался, чтоб чаши для молока у него были новые, подойников чтоб было побольше, а плетенки для сыра повместительней. И до того его заботливость доходила, что козам он рога масло намазывал и шерсть им расчесывал. Можно было подумать, что видишь пана священное стадо. С ним делила заботы о козах их лоя, своих овец забывая, все о козах пеклась она больше. Так что Дафнис думал, что только благодаря трудам ее стали такими красивыми козы. Когда они заняты были всем этим, прибыл из города еще один вестник. Велел, возможно, скорее собирать виноград и сказал, что и сам он останется здесь, пока из гроздей виноградных не сделают молодого вина. Затем, когда сбор уже будет закончен, в город вернется и с собой привезет господина. Имя его было Эвдром. Так называли его потому, что быстро бегать было делом его. Принят он был со всем возможным подсчетом, и точас стали собирать виноград, носить виноградные грозди вточило, сливать в бочки сок виноградный. Самые ж зрелые грозди вместе с лозою снимали. С тем, что прибывшим из города казалось, будто сбор винограда воочию видят они и радости его вкушают. Когда Эвдром уже собирался в город вернуться, Дафнис дал ему разных подарков немало. Подарил он ему, что пастух может дарить — твердых сыров, молодого козленка, косматую белую шкуру козы, чтоб зимою в дороге он мог бы накинуть ее на себя. Эвдром был очень доволен, расцеловал Дафниса и обещал за него замолвить перед хозяином доброе слово. Так он уходил, дружески к ним расположенный. А Дафнис, сильно тревожа с, продолжал пасти стада вместе с Хлоей. Да и она за него беспокоилась. Подросток, привыкший видеть коз да овец, земледельцев и Хлою, теперь в первый раз должен был увидеть господина, которого прежде по имени только он знал. Потому она волновалась за Дафниса. Как-то встретится он с господином. Она беспокоилась также о браке. Не напрасно ли они мечтают о нем? Между тем постоянно они целовались и крепко так обнимались, как будто хотели друг с другом срастись. Но поцелуи их были пугливы и печальны объятья, как будто прибыл уже господин, и в страхе они от него скрываться должны. А в довершение всего прибавился и еще один повод для тревоги. Был некто Лампис, грубый пастух, стороживший коров. Так же и он Хлою сватал у Дриаса и много уже передал подарков ему, торопясь с этим браком. Поняв, что на ней женится Дафнис, если получит согласие хозяина, он и придумывать стал, как бы устроить так, чтоб господин разгневался на Дафниса и Ламона. Зная, что хозяин особенно любит сад, Лампис решил, насколько возможно, обезобразить его и испортить. Но если деревья рубить, то услышат стук и поймают его, и он набросился на цветы и решил их уничтожить. Дождавшись ночи и перелезши через ограду, одни из цветов он повырвал, другие сломал, а иные ногами затоптал, как дикий кабан. И сам незамеченным скрылся. Наутро Ламон вышел в сад, чтоб цветы полить ключевой водой. Все изгаженным увидав, он понял, что это дело не грабителя, а врага. Разорвал на себе хитон и громко крича стал богов призывать, так что Мертала, бросив то, что держала в руках, из дома выбежала и Дафнис, покинув коз своих, прибежал. И все они, увидев, что произошло, стали криком кричать и лить горькие слезы. И необычным делом могло показаться, что так они о цветах горевали. Но рыдали они, боясь гнева хозяина. Да попади сюда и чужой человек, и он бы заплакал с ними вместе. Обезображено было все место, и осталась одна только грязь. Те ж из цветов, что избегли насилия, все еще продолжали цвести, блистая яркими красками, и были прекрасны, даже на землю повергнутые. И все еще пчелы на них садились, непрерывно, упорно жужжа, словно рыдая. Аламон горем пораженный промолвил, увы мне, розы мои поломаны, увы мне, фиалки потоптаны, увы мне, гиацинты мои и нарциссы злодеем повырваны. Весна придет, а они не распустятся. Лето наступит, а они красоваться не будут, а осенней порой никто венков из них не сплетет. И владыка Дионис над цветами этими несчастными не сжалился. Рядом с тобою росли они, у тебя на глазах. Часто я венками из них венчал тебя. Как покажу я этот сад господину? Что с ним будет, когда он все это увидит? Велит он повесить меня, старика, на первой сосне, как Марсия. А может, со мною и Дафниса, считая, что козы его это сделали? И при этих словах заплакали они горько, и теперь уже они рыдали не об одних цветах, но и о себе самих. Рыдала и Хлоя над Дафнисом, в страхе, как бы его не повесили, и молилась богам, чтоб не приезжал господин, и тяжкие дни пережила, словно уже видела, как бичуют Дафниса. Уже ночь наступала, когда пришел к ним Эвдром известить, что старый хозяин прибудет дня через три, а сын его завтра приедет. Толковали они о том, что случилось, поделились своими страхами с Эвдромом и стали спрашивать его мнения. Он, к Дафнису благосклонный, посоветовал все рассказать сперва молодому хозяину и обещал сам замолвить перед ним слово. Братом молочным ему приходя, он был у него в чести. И когда день наступил, они так и сделали. Остил прибыл верхом, и с ним, поросив его, тоже верхом. У Остила был подбородок чуть опушен, а Гнатон, так звали другого, давно уж бороду брил. Ламон, Мертала и Дафнис пали к ногам Остила, прося пожалеть старика несчастного и спасти неповинного от отцовского гнева. И затем рассказали ему все по порядку. Тронули Остила эти мольбы. Пошел он в сад, гибель цветов увидал, и им обещал, что сам будет просить отца о прощении и вину свалить на своих коней. Они да были здесь привязаны, и, разыгравшись, часть цветов поломали, часть потоптали, а потом, сорвавшись с привязи, землю копытами взрыли. За это Ламон и Мертала молили богов послать ему всяких благ. А Дафнис принес ему в дар козлят, сыров, птиц с птенчиками, виноградные грозди на лозах, яблоки на ветках. Среди этих даров было также душистое вино лесбасское, на вкус из всех вин лучшие. Остил подарки похвалил и отправился на охоту за зайцами. Юноша был он богатый, в роскоши живший всегда, и в деревню он прибыл, чтобы новые развлечения себе доставить. Гнатон же, умевший только есть и пить до беспамятства, и напившись похабничать, у которого только и было всего, что широкая глотка до брюха, да то, что под брюхом. Дафниса тотчас приметил, когда тот дары подносил. По природе своей был он любителем мальчиков, и, найдя красоту, какую и в городе не сыскать, решил тотчас за Дафниса приняться и надеялся легко сладиться с этим простым пастухом. Приняв такое решение, он не отправился вместе со стилом охотиться, а пошел туда, где пас Дафнис, под предлогом, что хочет кос посмотреть, на самом же деле на Дафниса полюбоваться. Заискивая перед ним, он хвалил его кос, просил сыграть на свиреле песню пастушью и сказал, что быстро добьется для Дафниса воли, ведь он все может сделать, чего не захочет. Считая, что он уже приручил к себе Дафниса, под вечер дождался гнатон, пока Дафнис погонит с пастбища коз. И, подбежав, сначала стал его целовать, а потом и просить, чтобы тот стал к нему задом, так, как козы к своим козлам. Когда же Дафнис не очень сметливый стал говорить, что знает он хорошо, как козлы скачут на коз, но никогда не видал, чтоб козел лез на козла, или баран вместо овцы лез на барана, или петух вместо курицы петуха под себя подбирал, то Гнатон был готов, впустивший в ход руки, насилие применить. Но Гнатон был пьян и едва стоял на ногах, и Дафнис его толкнул, на землю повалил и прочь убежал, как щенок молодой, оставив его там, где он упал. И уж не мальчик, а только здоровый мужчина смог бы Гнатона под руки взявши домой дотащить. А Дафнис к нему никогда уже близко не подходил, и пасывая их коз нынче тут, а назавтра там, его избегая, а Хлою свою охраняя. Да и Гнатон больше к нему уж не лез, увидавший, что он не только красив, но и силен. Он выжидал подходящего случая поговорить со Стилом о нем и надеялся, что от юноши получит он Дафниса в подарок. А Стил его одаривал часто и щедро. В то время сделать было нельзя ничего, так как прибыл Дионисофан вместе с Клеористой. Вьючные животные, рабы, мужчины и женщины, сильные все они подняли шум. Но несколько позже составил Гнатон длинную речь о любви. Дионисофан был ростом высок, красив, уже с проседью. С любым молодым человеком мог он поспорить. Был он богат, как немногие, и благороден душой, как никто. Прибывши сюда, в первый же день он принес жертвы богам, полей покровителям — Деметре, Дионису, Пану и нимфам, а всем присутствовавшим выставил он кратер вина. В следующие дни стал он осматривать плоды трудов Ламона. И, видя поля в бороздах, хорошо вспаханных, виноград в молодых ростках, осад в полной красе, вину за гибель цветов принял, остил на себя. Он очень доволен остался. Ламона расхвалил и на волю его отпустить обещал. Затем он пошел к узьему стаду на коз посмотреть и на их пастуха. Хлоя смущенная и такую толпою напуганная в лес убежала, а Дафнис стоял выпрямившись. Густая шкура козы обвивала его бедра, на плече висела новенькая сумка, а в руках он держал в одной свежий сыр, в другой козыля таксосунков. Если когда-нибудь Аполлон служал Аомидонту, пасывал скот, он был таким же, каким Дафнис явился в тот миг. Он ничего не сказал, но, вспыхнув румянцем, опустил глаза и дары свои протянул. Ламон же сказал, — Господин, вот твой новый козопас. Ты велел мне пасти полсотни коз и двух козлов, а теперь у тебя, трудами его, коз уже сотня и десять козлов. Видишь, какие они жирные, с шерстью густой, и рога у них все целые. Он приучил их музыке слушаться. По звуку свирели они делают все, что он хочет. При этих словах Клеориста, бывшая тут, захотела его слова испытать и велела Дафнису так, как это он делал обычно, заиграть для коз на свирели, обещав ему за игру подарить хитон, хламиду и обувь. Тогда, посадив гостей, как зрителей в театре, и, ставши под буком, он вынул из сумки свирель. Сперва заиграл он тихую песню, и козы все стали, головы кверху подняв. Затем заиграл он песню для пасть бы, и козы стали пастиз, опустивши головы. Затем заиграл песню нежно певучую, и козы сразу все улеглись. Но вот заиграл он пронзительный напев, и козы, как будто бы волк приближался, в лес убежали. Немного спустя заиграл он призывную, и, выйдя из леса, они сбежались к нему и у ног его собрались. Даже слуг не увидишь, чтобы так исполняли приказ господина. Все удивлялись, и больше всех клеориста. Клялась, что много подарков пришлет пастуху, такому красавцу, да к тому же и музыканту. Потом они вернулись в дом, там они сели завтракать, и от всего, что сами ели, Дафнису так же много послали. Вместе с Хлоей он ел, наслаждался, пробуя хитрые кушанья городские, и крепко надеялся, что, попросив господина, он разрешение получит на свадьбу. Гнатон, еще больше распалившись с похотью после того, что он видел у козьего стада, и, считая, что ему жизнь не в жизнь, если Дафниса он не получит, подстерег Астила, когда тот в саду гулял. И его заведя в храм Диониса, стал целовать ему руки и ноги. Когда же Астил стал допытываться, чего ради он делает это. Велел ему все рассказать, и поклялся, что все сделает для него. Тогда Агнатон ему говорит, — Гибнет твой Агнатон, господин! Я, который до сих пор любил только твой стол! Я, кто не расклялся, что нет ничего прелестительнее старых вин! Я, кто твоих поваров ценил выше всех метиленских отроков! Я теперь одного только Дафниса считаю прекрасным! К самой изысканной пище я даже не прикасаюсь! Сколько бы каждый день не готовили мясо ли, рыб или медовых печень, с восторгом я, ставши козою, щипал бы траву и листья. Сверень Дафниса слушая, под его надзором пасяз. Своего Агнатона спаси! Любовь мою непобедимую победи! А не то, клянусь тобой, Богом моим, что, взявши нож и хорошенько наевшись, убью себя перед дверью Агнатона. И уж больше не звать тебе меня, Агнатончиком, как привык ты меня шутя называть. Когда он заплакал и опять стал остилу ноги целовать, юноша не устоял. От природы был он щедрым, да и с любовными муками сам был знаком. Он обещал, что выпросит Дафниса у отца и возьмет его в город с собой, себе рабом, Агнатону любовником. Желая своей стороны его привести в настроение духа веселое, улыбаясь, стал его расспрашивать, не стыдно ли ему, что влюбился он в сына раба ломона, что так не терпится ему возлечь с мальчиком коз пасущим, и делал вид, что чувствует отвращение к воне козлиной. Агнатон же, ведь за попойками развратников он научился всякой любовной болтовне, не без ловкости, вот что сказал о себе и о Дафнисе. — Ни одному влюбленному, господин, до этого дела нет. В каком бы виде он не нашел красоту, он попадает к ней в плен, потому-то и влюбляются в дерево, в реку и в дикого зверя. Впрочем, кто не пожалеет влюбленного, которому надо бояться любимого? Вот и я люблю тело раба, но красоту свободного. Разве не видишь, что кудри его, как гиацинт? Из-под бровей глаза его блещут, как в оправе из золота драгоценные камни. Все лицо его румянит, заливает, а рот полон зубов, белых, как слоновая кость. И какой влюбленный не мечтал бы получить с таких уст белоснежный поцелуй любви? А если влюбился я в того, кто стадо пасет, то в этом я богам подражаю. Пастухом был Анхис, а им Афродита овладела. Пас, Коз, Бранг, а его полюбил Аполлон. Был пастушком Ганимед, а его владыка всех богов похитил. Не будем же и мы презирать мальчика, которому даже козы, как видели мы, повинуются, будто влюбленные. Воздадим благодарность орлам Зевса за то, что они такому красавцу еще жить на земле дозволяют. Весело рассмеялся Астил, особенно над заключением этой речи. И сказав, что Эрод хоть кого сделает великим софистом, стал выжидать удобного случая, когда бы он смог с отцом поговорить о Дафнисе. Но тайно услышал Эвдром все, что было говорено. И любя Дафниса, которого славным юношей считал, и негодуя на то, что красота его поругана будет гнатоном, все это тотчас передал он Дафнису и Ламону. Дафнис, потрясенный, уже думал скло ей с мести решиться бежать или с собою покончить, и в этом к судьбе своей ее приобщив. Но Ламон, вызвав Мирталу из дому, сказал ей. — Конец нам, жена! Пришло время раскрыть тайну. Пропали козы мои, да и все прочее. Но панам клянусь и нимфами, даже если мне, как говорится, быть быком в стойле предстоит, все же не смолчу о том, какова судьба Дафниса, а расскажу, как нашел я его покинутым, как был он вскормлен, и покажу, что при нем нашел я. Путь же узнает этот грязный гнатон, кто таков он сам и кого посмел полюбить. Вынь-ка только мне эти приметные знаки, чтоб были они у меня под рукой. Так, порешивши, они опять в дом возвратились. Остил же, заметив, что отец ничем не занят, быстро к нему подошел и попросил позволения Дафниса в город с собой увезти, говоря, что он очень красив, много лучше тех, что в деревне живут, и что в короткое время гнатон сможет его научить городские работы все выполнять. Отец охотно дает ему разрешение и велит послать за Ламоном смерталой. Желая обрадовать их, он им сообщает, что в дальнейшем Дафнис ухаживать будет вместо коз или козлов за остилом, а Ламону обещает взамен Дафниса дать двух пастухов. И вот, когда все слуги сбежались, довольные тем, что сотоварищем по рабству будут иметь такого красавца, Ламон, попросив себе слово, начал так говорить. Выслушаю, господин, от меня старика, правдивый рассказ. Паном и нимфами тебе я клянусь, что не скажу ни слова ложного. Дафнису я не отец. Не дано было счастья Мертали матерью стать. Другие родители его покинули, имея, наверное, уже более взрослых детей и новых иметь не желая. Я же нашел его покинутым и моей козой вскормленным. И когда она умерла, около сада ее я зарыл. Любил я ее за то, что она была ему матерью. Я нашел и приметные знаки, с ним рядом положенные. В этом я, господин, теперь признаюсь. И их у себя сохраняю. Эти знаки, знаки судьбы более высокой, чем наша. Что по стилу был он рабом, делом недостойным это я не считаю. Красивому и доброму господину красивый слуга. Но чтоб забавой для Гнатона он стал, этого я снести не могу. Гнатон. Ведь он старается его увезти в метилену, чтоб чем-то вроде женщины сделать. Сказавши все это, Ламон замолчал и зальюлся слезами. Когда же Гнатон стал его оскорблять и грозился избить, Дионисофан, пораженный рассказом, гневно нахмурившись, велел Гнатону молчать. А Ламона снова начал расспрашивать. Велел говорить одну только правду и небылиц не выдумывать, чтобы сына при себе удержать. Но Ламон стоял на своем, клялся всеми богами и отдавал себя на пытку любую, если он лжет. Тогда Дионисофан, обращаясь к бывшей тут клеористе, стал раздумывать над тем, что сказал Ламон. Зачем бы Ламону лгать, раз он мог взамен получить одного или двух пастухов? Да и как простой поселянин такой хитрый рассказ мог бы выдумать? Разве сразу же не показалось странным, что у него старика и у матери очень невзрачной такой красавец сын родился? И решили они больше уже не гадать, но тотчас рассмотреть приметные знаки. Правда ль, что это знаки более славной, блестящей судьбы? Мертала пошла, чтобы все принести, что в старой сумке она берегла. Когда она их принесла, Дионисофан первым стал рассматривать их и увидав рубашонку пурпурную, золотую чеканную пряжку, ножик с ручкой и с кости слоновой, он громко воскликнул. «Владыка Зевс!» И тотчас жену он зовет, чтоб она посмотрела. Она же, увидев, вскрикнула. «О, мой рыблагие! Не те ли это вещи, что мы положили с нашим покинутым сыном? Не в эти ли места послали мы Сафросину его отнести? Да, это не другие какие знаки, а те самые, милый мой муж. Это наше дитя, Дафнис, твой сын, и пас он отцовских коз». Пока она еще говорила, а Дионисофан целовал приметные знаки и от избытка радости плакал, остил, поняв, что он Дафнису брат, кинулся, сбросивший плащ, бежать через сад, первым желая Дафниса расцеловать. А Дафнис, увидев, что бежит он, а за ним целая толпа и кричит «Дафнис», подумав, что он хочет его схватить, бросил сумку свою и свирель и помчался к берегу моря, чтоб кинуться вниз с утеса высокого. И было бы вовсе странным судьбы решенье, если бы только что обретенный Дафнис погиб. Но понял остил, что хочет он сделать, и вновь закричал «Стой, Дафнис, не бойся ты ничего, я тебе брат, а родители, те, кто были до этого дня господами твоими. Сейчас нам Ламон рассказал о козе и приметные знаки твои показал. Обернись, посмотри, веселые с радостным смехом идут все сюда, но первым меня поцелуй. Нимфами я клянусь, что не лгу». На силу удалось Дафниса клятвой такую держать. Остановившись, ожидал он остила бегущего, а когда тот подбежал, он его обнял, целуя. И пока он его целовал, примчалась вся остальная толпа, и служанки, и слуги, подошел сам отец, а с ним и мать. Все стали его обнимать, целовать, плача от радости, а он ласков был к отцу и к матери более, чем ко всем другим. И, как будто их знал он уже давно, к их груди прижимался он, и объятий их покидать не хотел. Так быстро заставляет поверить себе голос природы. На короткое время даже Хлою забыл он. И, вернувшись в дом, он надел дорогую одежду, и, севши рядом с родным отцом, от него услыхал он такой Равкав. Очень рано женился я, дети, и вскоре стал я, как думал, счастливым отцом. Первым сын родился у меня, затем дочь и третий мастил. И подумал я, что довольно уже детей у меня. И ребенка вот этого, последним на свет появившегося, я решился покинуть, положившись с ним эти вот вещи. Не как приметные знаки, а скорее как дары погребальные. Но судьба решила иначе. Старший сын мой и дочь в один день погибли от одной и той же болезни. Тебя же мне промысл богов сохранил. Чтоб была у нас не одна в старости опора. Не суди меня строго за то, что тебя я покинул. Не с легким я сердцем решился на это. А ты, остил, не печалься, что лишь половину получишь. Не все мое состояние. Для людей благоразумных нет приобретения лучше, чем брат. Любите друг друга. А что касается богатства, то с царями поспорить вы можете. Много земли я вам оставлю. Много искусных рабов, золота, серебра, много другого всего, что есть у богатых людей. Вот только особо дафмису это поместье я отдаю вместе с ламоном, мерталой и теми козами, которых он пас. Когда он еще говорил, дафмис, вскочивши, сказал. — Вовремя ты мне напомнил, отец. Сейчас я пойду отвезти коз к водопою. Они теперь хотят пить и ждут свирели моей, а я все еще тут сижу. Весело все засмеялись. Став господином, он все еще хочет быть козапасом. Послали другого о козах позаботиться, а сами, жертву принятши Зевсу Спасителю, для всех устроили пир. На этот пир не пришел один лишь Гнатон, но полный страха провел он в храме Диониса день весь и ночь, богомоля о защите. Быстро по всей округе молва разнеслась, что Дионисофан нашел сына, что, дав низкозапас, оказался владельцем здешних мест. И с самого утра все отовсюду стали сбегаться, за юношу радуя, отцу дары принося. В числе их первым был Дриас, который вырастил Хлою. Дионисофан всех оставлял у себя, приглашая свидетелей этого счастливого события принять также участие и в празднике. Заготовлено было много вина, много хлеба, болотных птиц, поросяток молочных, разного рода печеней медовых. Принесены были жертвы, обильные местным богам. Тут Дафнис, собрав все свое достояние пастушье, богам его посвятил. Дионису он посвятил сумку и козью шкуру, пану свирель и флейту кривую. Нимфам же посох свой и подойники, сам он их сделал. Все свое привычное, насколько милее оно неведомого еще богатства. И вот, расставаясь с каждой из своих вещей, Дафнис горько плакал. Посвятил он свои подойники не раньше, чем в последний раз подоил, и козью шкуру свою в последний раз надел на себя, и на свиреле своей перед тем, как посвятить ее, песню сыграл. Все эти вещи он перецеловал, попрощал со своими козами и козла каждого по имени назвал. И попил он из ручья того, из которого часто пил вместе с Хлоей. В любви же своей, признаться, он еще не решался, удобного случая выжидая. В то время, как Дафнис жертвы богам приносил, вот что с Хлоей случилось. Сидела одна она, конечно, плакала, пася своих овец, и говорила, — забыл меня Дафнис, мечтает он о богатых невестах. Зачем я велела ему вместо нимф клясться козами? Он покинул их так же, как покинул и Хлою. Даже когда приносил он жертву пану и нимфам, не пожелал он Хлою увидеть. Наверное, нашел он у матери лучших прислужниц, чем я. Пусть будет он счастлив, а мне больше не жить. Вот что она говорила, вот что замышляла. А в это время пастух Лампис, пасший коров, явился сюда с кучкой поселян и похитил ее, думая, что Дафнис на ней теперь уж не женится и что Дриаз будет к нему, Лампису, благосклонен. С жалобным криком шла она следом за ним. Кто-то из тех, кто это видел, дал знать Напе, а та — Дриазу. Дриаз же — Дафнису. Он чуть с ума не сошел, и сказать отцу, не осмеливаясь и сил не имея горя вынести, он ушел в сад, громко стонал и так говорил. Горе мне, что узнали меня! Насколько же лучше было мне пастухом оставаться! Насколько счастливее был я, пока был рабом! Тогда я на Хлою смотрел, тогда... Текст в рукописях испорчен. Теперь же Лампис похитил ее и уводит с собой, а наступит ночь, и он ляжет с ней. Я же пью, наслаждаюсь, и напрасно я паном и козами и нимфами клялся. Эти речи Дафниса услышал Гнатон, в парке скрывавшийся, решив, что сейчас случай удобно ему представляется с Дафнисом вновь помириться. Взял он с собой нескольких молодых слуг Астила, кинулся следом за Дриасом и, велев ему указывать путь к жилищу Ламписа, бросился бегом в погоню. Захватил он его как раз, когда он уводил Хлою в свой дом. Из рук у него вырвал он девушку, а бывших с ним поселян крепко избил. Он хотел связать Ламписа и увезти его с собой, словно пленника на войне захваченного, но тот успел убежать. Диани Сафана застал он уже спящим, а Дафнис, глаз не сомкнув, все еще плакал в саду. Он приводит Хлою к нему, ее отдает ему и рассказывает все, как было, просит зла не помнить о его, Гнатона, к себе взять небесполезным рабом, не лишать своего стола, без которого он умрет с голоду. Хлою свою увидав и держа ее в объятиях своих, Дафнис с ним примирился. Ведь столь большую ему оказал он услугу. Между собой посоветовавшись, они решили свои мысли о свадьбе пока скрывать, спрятать Хлою здесь где-нибудь и признаться в своей любви только матери. Но не был с этим согласен Дриаф. Он требовал, чтоб обо всем сказали отцу, и обещал, что сумеет его убедить дать согласие. Когда день наступил, он, неся в сумке Хлои приметные знаки, пришел к Диане Сафану и к Леористе, сидевшим в саду. Тут же был и Остил, и Дафнис. Когда водворилось смолчанье, начал он так говорить. — Такая ж нужда, как и у Ламона, заставляет меня говорить о том, что до сих пор я тайно хранил. Эту Хлою не я родил, не я и вскормил. Родили ее другие, а овца, ее в пещере нимф лежавшую, вскормила. Видел я это сам, увидав, изумился, а изумившись, воспитал. Свидетели мне и ее красота, она ведь ни в чем на нас не похожа. Свидетели и приметные знаки слишком дорогие для пастухов. Взгляните на них, и родных для этой девушки найдите. Может быть, и окажется она Дафниса достойной. И Дриас не безумысла сказал эти слова, и Дионис Афан их услыхав, без внимания не оставил. Но взглянувший на Дафниса, видя, как он побледнел и тайком утирает слезы, сразу догадался о его любви. И, конечно, больше заботясь о сыне своем родном, чем о чужой ему девушке, со всем тщанием стал Дриаса слова проверять. Когда же он увидел и приметные знаки, Дриас их с собой принес, золоченые туфельки, браслеты, головную повязку, то, позвав к себе Хлою, велел ей духом не падать, говоря, что муж у нее уже есть, а скоро она найдет и отца с матерью. И Клеориста, принявший ее, стала ее украшать, будь-то жену сына. А Дионис Афан, оставив с собою Дафниса с глазу на глаз, спросил его, Хлоя осталась ли девушкой. И когда Дафнис клятвенно заверил его, что кроме поцелуев и клятв верности ничего между ними не было, Дионис Афан посмеялся над их страшными клятвами и возлечь за столом им велел. И тут-то можно было понять, что такое красота, если ее приукрасить. Богато одетая, с волосами красиво причёсанными, с умытым лицом, Хлоя всем показалась настолько красивее, чем прежде, что даже сам Дафнис едва узнал ее. И всякий, даже и без знаков приметных, поклялся бы, что отцом ей не был Дриас. Тем не менее, вместе с другими был и он с напою на перу, и пировали они, возлежа вместе с Ламоном и Мерталой. И вновь в последующие дни жертвы приносились, и чаши на стол ставились с вином. В свою очередь Хлоя богам посвятила вещи свои — свирель, сумку, шкуру овечью, подойники. Совершила она вином возлияние ручью тому, что в пещере, ведь рядом с ним была она вскорблена и часто в нем омывалась. И венками она убрала могилу овцы, что вскормила ее. Место Дриас указал. И сыграла она на свиреле своим овечкам, а сыгравши, помолилась богиням, чтоб найти ей тех, кто покинул ее, и чтоб достойны оказались они брака ее с Дафнисом. Когда довольно уже насладились они праздниками сельскими, решили в город вернуться, начать родителей Хлои там разыскивать и с браком не медлить. Утром, собравшись в дорогу, они подарили Дриасу другие три тысячи драхм. Ламону же дали полурожая с полей и виноградников, отдали коз вместе с казапасами, подарили четыре упряжки быков, одежды на зиму и дали свободу ему и жене, после чего они с большой пышностью, кто верхом, а кто в колесницах, вернулись к себе в метилену. Тогда прибытия их граждане не заметили, потому что приехали они ночью. Когда же день наступил, собралась у них дома большая толпа мужчин и женщин. Мужчины поздравляли Дионисофана, что сына нашел он, и еще горячее поздравлять стали, когда увидали красоту Дафниса. Женщины же радовались вместе с Клеористой, что сразу и сына с собой привезла она и невестку. Поразила Хлоя их своей красотой несравненной. Весь город пришел в смятение из-за юноши с девушкой, уже сулили им счастливый брак и желали, чтоб родителей Хлоя нашла достойных ее красоты. И многие очень богатые женщины молились богам, чтобы признаны были они матерями такой красавицы-дочки. Вот какой сон увидел Дионисофан, когда после долгих размышлений он крепко заснул. Привиделось ему, будто нимфы просят эрота, чтоб устроил он наконец брак, дафниса с Хлоей. И будто ослабив свой лук и колчан отложив, приказал он Дионисофану на пир пригласить всех знатнейших граждан Метилены. И когда наполнена будет последняя чаша, тогда показать каждому гостю Хлои приметные знаки, а затем спеть свадебный гимн. Увидев такой сон, услыхав такой приказ, Дионисофан, вставший утром, велит роскошный пир приготовить, ничего не жалея из того, что земля производит моря, болота и реки. И на пир приглашает граждан Метилены виднейших. Когда же ночь наступила, и была наполнена чаша, из коей обычно творят возлияние Гермесу, один из лук на серебряном блюде приносит приметные знаки, и, обходя гостей слева направо, всем их показывать стал. Никто не признал их, только Мегакл, возлежавший на верхнем конце стола, ибо был он стар, как только их увидал, узнал и громко, словно помолодев, воскликнул. — Что такое я вижу? Что-то с тобой стало, дочка моя? Неужели и сама ты цела? Или только вещи эти случайно какой-то пастух унес? — Умоляю тебя, Дионисофан, скажи мне, откуда попали к тебе приметные знаки дочки моей? Не будь завистлив, и сам, найдя Дафниса, дай мне что-то найти. Тогда Дионисофан предложил ему сперва рассказать, как он покинул ребенка, и Мегакл все так же громко рассказывать стал. Беден я был в прежнее время. Все, что имел, я истратил тогда на устройство праздниц народу, на постройку военных судов. Так было дело, когда дочка у меня родилась. Моя с воспитателем в бедности, я покинул ее, украсив этими знаками приметными. Ведь знал я, что многие хотя бы и так стать отцами желают. И вот я покинул ребенка в пещере Нимф, богиням ее поручив. Ко мне с той поры, что ни день, то богатство плыло. А наследника у меня уже не было. Не пришлось мне стать снова отцом, хотя бы дочке другой. А боги, как будто смеяс надо мной, по ночам посылали мне сны, возвещая, что снова отцом овца меня сделает. Громко вскрикнул Дианисофан, еще громче Мегакла, вскочил он с ложа и ввел судохлою в чудесном наряде и сказал, — Этого дитя покинул ты, Мегакл. Эту девушку промыслом богинь скормила тебе овца, как коза скормила мне Дафниса. Возьми же себе свои приметные знаки и дочь, а взявши, отдай ее в жены Дафнису. Обоих мы покинули, обоих мы нашли. Об обоих заботились пан и нимфы сиротом. Одобрил Мегакл его речи, послал за женой своей родой и прижал к груди Хлою. Ночевать они остались здесь. Дафнис поклялся, что теперь уж ни с кем не отпустит он Хлою, даже с родным ее отцом. С наступлением дня они, договорившись между собой, снова вернулись в деревню. Очень уж об этом просили Дафнис и Хлоя, не могли они вынести жизни в городе, и родители их решили устроить им свадьбу пастушью. Прибывши к Ламону, они привели Дриаса к Мегаклу, а роду с Напой познакомили и стали готовиться к пышному праздниству. И здесь вновь нимфам поручил Хлою отец, и в числе многих других приношений он посвятил им ее приметные знаки. А Дриасу добавил, чего ему не хватало, до десяти тысяч драхм. Чудесная стояла погода, и Дионисофан велел устроить ложа для пира из зеленой листвы, тут же, перед пещерой, и, пригласив на пир всех окрестных поселян, роскошно их угостил. Были тут Ламон и Мертала, Дриас и Напа, родные Доркона, Филеты, его сыновья, Хромис или Кэнион. Был тут даже и Лампис, получивший прощенье. И все было здесь так, как бывает на подобных пирах, по-простому, по-деревенскому. Один пел, как поют и жнецы, другой отпускал задорные шутки, словно давил виноград на точилах, Филет играл на свиреле, Лампис на флейке, Дриас ламоном плясали, Дафнис и Хлоя целовались, а козы здесь же рядом послис, словно и они принимали участие в празднестве. Гостям городским это не очень-то нравилось, зато Дафнис иных коз звал по имени, давал им зеленые ветки и схватив за рога, целовал. И так они проводили время не только в тот день, большую часть своей жизни они прожили по-пастушески, чтили богов, нимф, пана и эрота, приобрели большие стада, овец и коз и самой вкусной пищей считали плоды с молоком. Когда сын родился у них, они дали его вскормить козе, а когда второй ребенок, дочь, родилась, они подложили ее к совцам овцы, и сына они назвали Филопименом, а дочку Агелой. Так они и прожили, по-пастушески до старости, пещеру украсили, картины поставили там и воздвигли алтарь в честь эрота пастыря, а для пана устроили жилище не под сосной, а в храме, и назвали тот храм храмом пана воителя. Но все это они устроили, и такие названия дали после, а в тот день, с наступлением сумерек, все проводили их до комнаты брачной, на свирелях, на плейтах играя, неся перед ними огромные факелы. Когда же провожатые к дверям приблизились, запели они голосами скрипучими, грубыми, будто вилами землю дробили, они брачную песнь пели, а Дафнис и Хлоя легли на ложе на нее, друг друга обняли, целовались и бессонную ночь провели, меньше спали, чем совы ночные. И все совершил Дафнис, чему научила его Ликэнион, и лишь тогда, поняла Хлоя, что все, чем в лесу они занимались, были всего только шутки пастушьи. и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok